приветствуем всех любителей велосипедного спорта сегодня мы начинаем трансляцию 18 веломарафона кросс-спорт который проходит в емельяновском районе красноярского края в этом году гонка состоялась 5 июня 2021 года гонку будем комментировать сегодня вдвоем я николай трегубов и михаил герман добрый день всем зрителям которые смотрят это видео николай ну что давай сразу договоримся ты будешь отвечать в этой трансляции за настоящий велоспорт так как видишь эту гонку каждый год из головы пилотона ну а я в свою очередь буду смотреть на него глазами человека который никогда не выезжал из четырех часов и видел только из отвала или из кузова автомобиля который ведет съемку да напомню что михаил герман несколько раз проехал эту велосипедную гонку как участник в седле велосипеда и несколько раз он проехал велосипедную гонку как оператор который снимал нас нас из кузова и 200 вот в этом году он тоже был в роли оператора напомню что в 2021 году мы решили снять видео с веломарафона с нескольких камер с использованием нескольких машин подключив коптер и ради этого открыли даже сбор срез который как раз нам бы обеспечил съемку этого видео деньги удалось собрать буквально за два дня спасибо всем кто откликнулся кто за донатил на производство этого видео потому что без вас это было бы сделать невозможно огромное спасибо персонально артему бадюкову он внес самый большой донат насколько я помню всем остальным конечно же ребятам тоже большое спасибо без вас это видео просто бы не состоялось ну и мы постарались оправдать ожидания тех кто с нетерпением ожидал этого видео сейчас на экране вы видите трассу и рельеф гонки все достаточно просто выглядит когда едешь не ты сама за тебя вот этот вот белый бегунок вот и рельеф кажется не таким страшным и расстояние не очень большим но по факту гонка в этом году была крайне непростой николай когда ты проснулся утром выглянул в окно что ты подумал действительно в этом году погода была и мокрой и грязной и что самое важное дождь шел всю ночь перед стартом он шел утром и он шел во время старта одно дело когда ты стартуешь грязно по грязной дороге мокрой дороге но сверху ничего не льет и другое дело когда льет уже перед стартом и это конечно демотивирует некоторых участников но здесь бы я разделил наверное всех велосипедистов на две категории это те кто готовятся к веломарафону кросс-спорт целенаправленно например я к этому веломарафону готовился с ноября 2020 года и потратив полгода на подготовку конечно же у меня даже не было мыслей о том чтобы не стартовать в дождливую погоду я понимал что время прохождения дистанции будет больше обычного время у лидера будет гораздо тише никаких рекордов в этом году временных не будет будет сложнее технически трасса и об этом надо было позаботиться но это об этом подробнее поговорим по ходу нашей трансляции а сейчас давайте посмотрим во что одеты люди в первой линии мы видим что есть участники и дождевиках delivery club и некоторые участники обматывали себя пищевой пленкой надевали дачные дождевики пытались хоть как-то спасти себя от дождя который шел не до старте во время старта но надо сказать что перед стартом продавались продавалась экипировка и насколько мы знаем были проданы все дождевики которые предлагали магазины участвующие в экспо этого старта вот а ребята из delivery club вернее в дождевиках delivery club они собственно и работают насколько я знаю в этой компании вот у них масса возможностей в течение рабочего вовсе на первых бесплатно получить дождевик во вторых в течение дня сделать все свои запланированные тренировки подготовиться к веломарафону ну и конечно в первом ряду вот я вижу многих победителей и призеров веломарафона прошлых лет вот помимо тех участников которые ну так сказать не претендует на высокие места вот каждый конечно пытается занять место получше чтобы не оказаться в задней части пелотона и потом не пробираться в голову до гонки ну давай я еще расскажу про второй тип велосипедистов которые видят что всю ночь шел дождь и утром выглянув окно увидели также дождь и решили не участвовать в это в этой гонке потому что для них это либо проходной какой-то старт либо же не очень важный и они решили не принимать участия в этой гонке ну даже если посмотреть итоговые протоколы мы знаем что на старт не вышло 126 зарегистрированных участников напомню что всего было 600 с небольшим заявок и 126 человек не вышли на старт это вот как раз то количество которое видимо испугалась дождя или по каким-то другим причинам решила не ехать этот веломарафон я знаю что даже некоторые участники которые часто заезжают в топ-10 решили не стартовать например сергей масленников и его друзья приехали из алтайского края проделать длинный путь и утром перед стартом решили не стартовать ну видимо у них были на то весомые причины потому что ребята постоянно ездит эту гонку готовится к ней находится очень хорошей форме но зато не принимая участия как спортсмены они не приняли участие как волонтеры и помогали сошедшим участникам и даже знаю что в этом видео трансляции нашего веломарафона есть частицы снятые с их видеокамер да все верно но у нас остаются буквально секунды до стартового выстрела старт дает руководитель кросспорта валерий анатольевич черноусов напомню что веломарафон как раз назван в честь главного управления по спорту города красноярска кросспорт и протяженность дистанции 101 километр 100 метров ну и вот гонка стартовала николай расскажи очень коротко если можно про специфику технического старта который мы сейчас видим то есть сейчас как я понимаю все едут не на полную скорость не на полную мощность а следует за автомобилем вот но вот если ты сейчас видел я махал рукой автомобилю это не значит что я хотел ему передать привет а я его пытался замедлить потому что на старте автомобиль который обеспечивает технический старт очень часто разгоняется и тащит за собой магнитом некоторых участников которые начинают гонку ну вот мы видим что несколько гонщиков пытаются догнать автомобиль который обеспечивает технический старт для чего мы это делаем для того чтобы с самого старта не было завалов машина технического контроля едет с определенной скоростью и не дает группе делать каких-то резких рывков тем более что мы выезжаем из поселка емельяново где достаточно активное движение хоть она и перекрывается с помощью гибдд но все-таки здесь очень важно первые пять километров до первого подъема группу немножко сдерживать дабы не было больших завалов мы применяем эту тактику уже около пяти лет машина который обеспечит технический старт и ни разу еще не было ни одного крупного завала в первые вот эти пять километров что говорит об оправданности технического старта который длится вот как раз до первого подъема с которого начинается гонка ну и пока еще есть силы как мне кажется некоторые гонщики зная что в этой машине сидит у нас обычно видеооператор пытаются про экспонировать так сказать себя своих многочисленных спонсоров возможно это единственная возможность попасть на видео вот мы видим что александр калашников очень часто на этом веломарафоне пытается уехать в отрыв и в этом году вот он попытался попытался попробовать свои ноги и догнать автомобиль во время технического старта что конечно же не нужно делать но здесь то он выехал в показной отрыв и получил свои 30 секунд славы и сейчас начнется подъем и там уже саж конечно будет немножечко тяжелее саша в лидерах саша и без того популярный велогонщик поэтому ему лишняя слава не нужна ну вот смотрите начинается первый подъем в котором собственно происходит первые отвалы вот и формируется основная группа а иногда даже уезжают отрывы вот уже ребята поднимаются из седла уже начинают работать по полной около пяти процентов на километр с небольшим на этом участке коли бывало что ты вываливался уже на этом участке до бывало и не раз потому что всегда протяжка в первый подъем она достаточно сильная все кто едут на победу ну или же на топ-10 пытаются в этот подъем отработать ну такое на суб максимальную мощность чтобы отстегнуть тех кто случайно попал в первую пачку на техническом старте и обеспечить себе но более безопасную дальнейшую гонку потому что если человек неопытный попал в первые в первую пачку в первый пелотон и на большой скорости без опыта он может устроить там какой-то завал поэтому участники стараются в первый подъем натянуть и сделать небольшую селекцию протяжка в первый подъем у лидирующей группы составляет порядка пяти шести минут и это тот промежуток времени который вы должны выдерживать достаточно большую мощность если хотите остаться в группе пелотона после первого подъема но я вот от себя скажу что некоторые гонщики которые конечно не претендуют на победу но не обладают достаточным опытом участие в велогонках вот я такой видел неоднократно пытается выжать из себя максимум на этом подъеме вот и уже потом по ходу гонки когда их покинуть силы могут сильно об этом пожалеть я такое видел неоднократно вот сам обычно не лез в эти разборки потому что с моим весом в этом подъеме уже приходится очень и очень тяжело ну лидирующая группа конечно же помнит и еще одну особенность этого подъема что не единожды дмитрий андреев пятикратный победитель веломарафона кросс-спорт именно в этом подъеме делал себе задел на одиночный отрыв уезжал в сольное сольный отрыв и доезжал до финиша в одиночестве никого не подпуская к себе и тем самым он выиграл практически в одинаковом стиле 5 веломарафонов подряд поэтому сейчас уже конечно никто дмитрий андреева не отпускает отрыв да и в принципе ни одного из участников которые претендуют на топ-10 группа пилотон уже не отпускает потому что знает что если кто-то уедет и сможет себе сделать приличный гандикап и этот человек будет иметь хороший индивидуальный ход топу потом его будет догнать достаточно сложно в силу того что группа разнородная здесь нету больших каких-то команд которые бы могли сплоченно договориться и работать поэтому часто погони мне не заканчивается успехом куля что вот сейчас происходит я вот вижу что ты подъехал к андрею рейтеру о чем-то с ним поговорил что обсуждали в этот момент это интересный кстати момент вперед вышел парень под какой там 182 номер да в черной форме 192 это илья боков я думаю да да потом мы конечно же узнаем что это илья боков но на тот момент я не знал что это кто это точнее из гонщиков потому что ну все одеты по-разному в очках и уже достаточно грязно я подъехал к андрею рейтеру чтобы уточнить кто это едет впереди чтобы понять как реагировать на его атаки на что андрей рейтер мне сказал не мешай я еду гонку а я еще видел буквально там минуту полторы назад как ты поздоровался по ходу гонки насколько я понимаю сергей минин а сергей минин то есть на это еще у вас есть силы или вы просто изображаете что вы свежие не на самом деле здесь действительно силы еще были все кто отобрались в первую группку здесь порядка 30 35 человек они конечно же первый подъем выдержали достаточно легко и дальше едут в принципе в легком для себя темпе поэтому с некоторыми из гонщиков до старта не удается увидеться и поздороваться потому что у всех разные там подготовки кто-то мандражирует кто-то просто готовится велик кто-то же упаковывался пленкой и искал себе дождевик поэтому не со всеми гонщиками удается увидеться перед стартом и если мы в пелотоне видимся первый раз на в день гонки то конечно же мы приветствуем друг друга так вот и произошло сергеем поздоровались и дальше пожелали успехов друг другу и дальше продолжили гонку и слушай ну вот практически как на профессиональных велогонках на евроспорте сейчас видели кадры пролетов и буквально еще наверно пять лет назад может быть чуть больше даже мечтать не приходилось о том чтобы посмотреть на веломарафон кросспорт с подобных ракурсов это конечно классно и еще раз спасибо всем кто и работал и помогал нам с этим видео ну пять лет назад мы наверно могли снять такие кадры с вертолетами 8 но тогда донатов пришлось бы собирать нам раз в десять больше и потратить их всех на единожды единичный пролет вертолета чтобы снять группу сверху но сейчас технологии позволяют делать это гораздо проще и это конечно же делает картинку с веломарафона гораздо интересней а я информативнее я хотел обратить внимание на то что несмотря на стабилизацию камеры то есть на специальные устройства покрытие на некоторых участках дороги такое что ничто не помогает камеру трясет и те кто участвовал когда-нибудь в веломарафоне кросспорт прекрасно понимают как бьет по пояснице иногда этот асфальт то есть такое у нас кусками париж рубе получается сибирский ну каждый год мы перед веломарафоном проезжаем тестовый круг чтобы посмотреть как раз где появились ямы где местная администрация золотала или же даже может быть положила новый асфальт я бы не сказал что в этом году покрытие стало хуже чем было год назад или два года назад местами даже асфальт был положен новый и я мог было гораздо меньше ну вот мы наблюдаем на экране лидирующую группу гонки ведет группу андрей рейтер в данный момент под первым номером и кстати я хотел отдельно отметить что уже сколько два года насколько я помню победителю предыдущего веломарафона выдается первый номер для него в свое время я знаю это стало приятным сюрпризом вообще это конечно классная традиция которую нужно соблюдать вот николай мы видим решил немножечко прокатиться запрещенными себя и способом да насколько я понимаю коля расскажи вот кстати мне ты в этот момент помнила правилах велоспорта но и остальные гонщики почему на ему ты решил так прокатиться но в такую погоду на самом деле очень важно находиться в голове группы потому что тогда ты можешь максимально контролировать что происходит вокруг тебя и те люди которые окружают тебя ну скорее всего имеют лучшую технику и когда ты находишься в хвосте в большой группе там как правило большая вероятность попадания в завалы больше грязи больше воды которая тебе закрывает глаза и ты ничего не видишь теряешь контроль но вот сейчас мы чуть-чуть возвращаемся чуть раньше на дистанцию и ждем комментарии владимир иванович мусиенко владимир иванович претенденты ваши ставки если говорить о фаворитах сегодняшней гонки конечно на первом месте сегодня у нас андрей рейтер гонщик из томска который выиграл прошлый веломарафон и будет стараться отстоять титул что касается женского трона попова нашей пока не совсем проверенной информации виктория мельникова отказалась участвовать сегодняшней гонке и трон свободен мы просто надеемся что борьба будет яркой интересной и еще еще одна новая гонщица пишет свое имя великую историю великого веломарафона краспорт но если говорить о мужском за счете я думаю что рейтеру сегодня будут мешать огромная плеяда гонщиков это конечно и сергей минин из иркутска это и сергей хазов из города красноярска и еще у нас подрастают новые молодые амбициозные ребята которые не прочь занять трот веломарафона краспорт ну и конечно сегодня здесь приехал поучаствовать в гонке легендарный легендарный кончик единственный кому удавалось пять раз выигрывать веломарафон краспорт это дмитрий андреев из города прокопьевска дима правда сегодня претендует по сражаться в своем категории но чем черт не шутит возможно и в шестой раз дима взлетит на подиум тем более сегодня есть кончики которым такая погода как раз идет в кофе они отлично катят по залитым водой асфальту гравию и откровенной грязи и мы надеемся что сегодня мы узнаем и новые имена новых героев гонки веломарафон краспорт вот это речь владимир вать просто 10 за но спасибо владимир ивановичу за его при стартовый расклад он многих фаворитов назвал этой гонке напомню что владимир иванович один из участников точнее единичный участник который проехал все 18 веломарафонов он искал хотя бы еще одного человека который проехал все эти гонки но к сожалению найти не смог потому что по определенным причинам кто-то пропустил одну гонки кто-то 2 и вот он один человек который ему удалось проехать все 18 веломарафонов несмотря на то что он является еще и главным организатором этой гонки это тоже такая ключевая особенность его как организатора и участника ну а пока мы наблюдаем за тем как уже сформировались отвалы различные на этой гонке и ждем интервью предстартовая победителя прошлого веломарафона кросс-порт андрея рейтера послушаем как он готов гонки давайте как такую погоду ехать это как в прошлом году или хуже это так же как в прошлом году нормально то есть ты готов принципе это с ну как в душе у любого то меча всегда такая погода про какой план на гонку до куда ехать до 94 километра экономить силы по максимуму из 4 это где у нас но это последний город немножко выполаживание потом под спуском там и все ну и там видно будет либо в гору там либо здесь задача полосе сохранить сил потому что на гонек на чем есть на сликах на прошлом году на этом и велик тот же или новых не велик но так кто еще давай быстро перечислили кого опасаться будешь Дима Андреев, Боков. Так, получается, всех красноярцев ты за скобки вынес. Ну да. Очень надмен на своей стороне, как обычно. Ну вот, мы посмотрели интервью Андрея Рейтера, посмотрим, как у него сложится гонка в 2021 году. Напомню, что в 2020 году он стал победителем в очень удачный для себя день. Веломарафон Кросспорт перенесли с начала июня на его день рождения. И именно в эту дату ему удалось стать сильнейшим и выиграть веломарафон в 2020 году. Такое, конечно, удачное совпадение вряд ли повторится еще раз. Но тем ценнее его победа именно в тот день, когда веломарафон выпал на его день рождения. Такой вот подарок он себе смог сделать на 17-м веломарафоне. Ну вот, как вы видите, мы сейчас находимся на одной точке дистанции. Наблюдаем за тем, как постепенно, постепенно уже рассосались по дистанции участники. И вот смотрите, под девятым, если не ошибаюсь, номером едет участник на велосипеде BMX. Если я правильно разбираюсь, то там одна передача. Ехать на этом велосипеде, сидя, ну, крайне тяжело. Честно говоря, не знаю. Вот сейчас мы попробуем посмотреть сразу финишированный. Вот я смотрю финишные протоколы. Это Ерохин Роман. Он в протоколе стоит как did not finish, что означает не смог завершить дистанцию. Но это, в принципе, неудивительно, потому что проехать 100 километров, особенно по такому тяжелому погодному, по таким тяжелым погодным условиям и грязному покрытию, конечно же, невозможно. Ну или возможно, но слишком надо больше времени на это. Ну и прежде чем вернемся мы к лидерам нашей гонки, давайте посмотрим, какие еще интересные участники представлены на велогонке. Ну, допустим, один из велосипедистов едет в фулл-фейсе. Это полноценная мотоциклетная каска, в которой можно ехать и на мотоцикле. И, в принципе, в таких же шлемах участвуют велосипедисты в дисциплине даунхилл. Это когда едут с огромной скоростью с горы. И самое главное, там, конечно же, безопасность и фулл-фейс обеспечивает ее. Да, я еще хотел очень важный момент для зрителей обозначить, которые участвовали в гонке этого года. У нас остался огромный архив исходных материалов видео, на которых наверняка вы сможете найти себя, даже если вы не попали в эту трансляцию. И в описании этого видео мы обязательно добавим соответствующие ссылочки. И вы сможете, ну, например, накануне следующего веломарафона найти кадры с собой и выложить в свои социальные сети, порадовать себя лайками и зрителей интересными кадрами. Так, ну что мы тут на текущий момент наблюдаем? Ну, массу дождевиков, пакетов, как будто ребята за грибами собрались. Некоторые едут в костюмах химзащиты, я обратил внимание. Тут вообще вот практически ниндзя едет по дистанции. Если честно, иногда мне становится страшно за этих участников по причине того, что с ветром бороться в таких костюмах, ну, крайне тяжело. Мне с моим телосложением и без дополнительного паруса, это иногда ветром встречным, обратно тащит по дистанции. А вот в таких костюмах ехать особенно, мне кажется, тяжело. Но если поговорить про велосипедные шлемы Full Face, в котором вот ехал участник под номером 232 Казаков Игорь, то он в протоколе тоже числится как не финишировавший. Возможно, ему пришлось сойти где-то по ходу дистанции, потому что на Full Face все-таки это не та каска, в которой я бы рекомендовал ехать эту велогонку. Вот сейчас участница, насколько я понимаю, это видел, с каким парусом она проехала? Мне кажется, это мусорный пакет был какой-то надутый на ветру. Вот это вообще потрясающе. Вот не совсем видно, участник это или участница. Вот в белом костюме, вот это практически, да, химзащита, я не знаю, или это антиклещевой костюм, но он максимально надулся, и как в этом преодолеть всю дистанцию против ветра, я вообще, если честно, не понимаю. Ну, возможно, они их по ходу дистанции потом снимали, когда закончился дождик сверху, ну, либо же просто потратили сильно больше энергии, чем другие, потому что, ну, конечно же, чем больше ты парусишь на велосипеде, тем тише ты едешь, тем больше мощности приходится прикладывать к педалям. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, им было очень сухое, и они не жалели о том, как они экипировались на эту гонку. Ну, на самом деле, во все подъемы в таких дождевиках очень жарко, и с точки зрения физиологии это даже часто тяжелее ехать, и сложнее, чем без дождевика, когда тебя немножко намочат, и главное, чтобы не продуло, главное, чтобы ты был в теплой одежде. Вот сейчас будет очень интересный момент, который стоит обсудить отдельно. Насколько я понимаю, это одна из участниц веломарафона, которая едет в обратном направлении. Что случилось, Николай? Есть ли у тебя информация? Ну, насколько я понимаю, это примерно 15-й километр, наверное, дистанции. Я знаю, что одна из девушек примерно в этой точке остановила автобус и попросила, ну, захотела сойти и сесть в автобус технической помощи, который едет за последним участником. На что, конечно же, водители автобуса сказали, зачем тебе садиться к нам и ехать 7 часов за последним участником. На тот момент именно такой лимит был обозначен. Когда тебе до финиша ехать всего лишь 5-10 километров, через 20 минут ты уже будешь дома. Она согласилась с их аргументами и поехала своим ходом в сторону финиша. Ну, и сделала, насколько я знаю, насколько, по крайней мере, я знаю итоговое финишное время последнего участника и сколько ехал автобус по дистанции. Она приняла верное решение. И такие участники, знаю, что были еще. Один из участников мужской категории развернулся на 35-м километре и поехал назад, потому что сильно замерзли пальцы. Но на самом деле действительно была холодная погода. И если ты даже физически был готов, то очень многие участники замерзали. Они надевали перчатки с короткими пальцами. Здесь, конечно, нужно было предусмотреть это и надеть потеплее перчатки, надеть форму, которая бы не промокала велосипедную, использовать специальные бахилы, которые бы минимизировали промокание ног в велотуфлях, потому что очень важно, чтобы конечности, конечно, сохраняли тепло. Это ноги, руки и голова. Ну вот, а прежде чем мы уже очень скоро вернемся к лидерам нашей гонки, вот так, собственно, выглядит хвост веломарафона Кросспорт. Это уже, я думаю, будет интересно для тех, кто обычно проводит эту гонку в лидирующей группе. Они, я думаю, никогда не наблюдали вот такой картины. Ну да, вот я на самом деле даже не думал, что сзади скапливается такое количество машин, потому что трасса достаточно всегда пустая, но вот как мы видим, достаточно много машин собирает последние машины ГИБДД. А вот это как раз, насколько я понимаю, последний участник на вот этом участке гонки. Да, да, да. Потому что вот это, собственно, тот самый автобус, насколько я понимаю, да? Да, это автобус, так называемый метла, который едет за последним участником, ну, в простонародье ее называют труповозкой, что, конечно же, не означает что-то плохое. Она просто собирает участников, которые сошли по тем или иным причинам. Но в этом году емкость этого автобуса была недостаточная. 477 номер. Ну, кстати, в протоколе мы увидели, что он в конечном итоге не смог финишировать. И вот мы вернулись в лидирующую группу нашей гонки, практически на том же моменте, на котором ее оставили. Видим, что тут ребята по очереди работают в голове. Вот, кстати, Коля, скажи, как определяют лидера гонки, в том смысле, что кто повезет всех остальных? Это ситуативно как-то происходит? Ну, смотрите, вот сейчас вот Дмитрий Андреев делает очередную протяжку. Здесь он не просто ведет группу, а он пытается проредить ее. И будет это делать на первых 30 километрах не один раз. Тактика обычно в лидирующей группе следующая. Те, кто не обладают сильным индивидуальным ходом, стараются вперед выходить не сильно часто, а если и выходить, то вести не очень большие смены. Те же, у кого индивидуальный ход достаточно сильный, они предпочитают либо раздергивать группу и пытаться отъехать, либо же просто выходят вперед и тянут так, что на колесе никто не может усидеть. Вот, например, Евгений Бахерев из Новосибирска, тренер по триатлону, I Love Super Sport, решил поехать в сольный отрыв, также видим, что нарушая правила UCI, не держась руками за руль. видел, что участник пытался закрыть, собственно, этот отрыв, и у него выстегнулась велотуфля из педали. Это очень было интересно. Кстати, это опасно, наверное, да, может быть? Да. Ну, вот видим, что Евгений Бахерев не дает уехать. Сначала его догнал Александр Гашеньков из Берска, и потом уже группка отреагировала и тоже добрала этот отрыв, потому что никто не хочет никого отпускать. Последние годы она вела марафоне, потому что потом придется догонять, работать гораздо сильнее, а не всегда получается скоперироваться и делать погоню достаточно эффективной. Поэтому идеальная тактика на вела марафоне последних лет это никого не отпустить в отрыв и разбираться уже в подъемах на 80-м километре, на 94-м, либо же уже на финишном подъеме за 500 метров до финиша. Вот смотри, это у нас Игорь Агарко, он так встряхивает ладони, это что это, скорее всего, холод или онемение от трясучки? Он греет руки. На самом деле он не стряхивает, он пытается увеличить кровообращение в ладошках, потому что он едет в коротких перчатках как раз и ударами своей ноги и потряхиваниями он увеличивает кровоток и тем самым пытается хоть как-то разогреть пальцы, потому что достаточно холодная погода. Я знаю, что все, кто ехали в коротких перчатках, конечно же, сильно замерзали и жалели о том, что они не надели длинные перчатки. Вот видим, что и у Ильи Бокова, и у Андрея Рейтера, Сергей Хазов и я, мы ехали в длинных перчатках, и это точно было выигрышное решение, несмотря на то, что они тоже очень быстро промокли, но хотя бы защищали от ветра, что очень сильно тоже помогало. А бывает такое, что ты вот в самом начале гонки понимаешь, что не угадал с экипировкой? И как это дальше влияет, например, психологически на гонку? Ну, здесь два выбора. Либо ты попытаешься изменить свою экипировку по ходу гонки, ну, допустим, если ты надел что-то очень теплое, это можно снять, либо же передать в какую-то машину, ну, либо на крайний случай выкинуть на обочину и надеяться, что это никто не подберет после финиша приехать за этим. Если же ты оделся слишком холодно, и у тебя ничего с собой дополнительного нет, то тут уже ты ничего не сделаешь, и остается только одно – работать сильнее, чтобы хоть как-то согреть свой организм. А вот сейчас мы приближаемся к знаменитой точке на веломарафоне Кросспорт, где каждый год можно встретить болельщиков. Да, это Сергей Краев и его друзья всегда-всегда собираются и приветствуют всех участников веломарафона. Они живут в этом месте и стараются поддержать всех участников, делают специальные плакаты, одеваются в какие-то костюмированные костюмы и делают небольшое шоу, что очень, конечно, эмоционально радует всех участников веломарафона. Ну и, как вы видите, они получили благодарности от некоторых велогонщиков за поддержку в виде поднятого вверх большого пальца. Да-да-да, лайки им, конечно же, тут гарантированы. Ну и вот смотрим, смотрите, это не отрыв, это очередная атака Дмитрия Андреева, как раз подъем, который длится порядка полутора километров. Он пытается оторваться от группки, но это сделать достаточно сложно, потому что Диму Андрееву все считают конкурентом из топ-3 и отпустить его, конечно же, никто не хочет. Ну и с камеры, которая находится на велосипеде, это лучше видно, чем с основной, насколько приходится в этот момент напрягаться в основной группе и делать тоже такой хороший рывок протяжечкой для того, чтобы закрыть эту атаку. Ну вот, к слову, если кто-то планирует ехать на уровне вот этой топ-30, от себя у меня есть рекомендации, что в тренировочном процессе вам нужно тренировать 6-8-минутные интервалы на максимальной, на субмаксимальной мощности, потому что именно такое количество времени продолжаются в среднем все атаки на веломарафоне, потому что затяжных подъемов нет, все подъемы длятся по времени, если их оценить во времени, около 6-8 минут, и если вы будете готовы на протяжении 3-4 часов держать 5-7 атак такого интервала, то можете рассчитывать на то, что вы проедете и завершите гонку в лидирующей группе из 30 человек. Ну а дальше уже это специфика и уже особенности подготовки и борьбы на финише, которые смогут вас поднять еще выше. Правильно я понимаю, что вот когда происходит атака, ее закрывают, наступает такое небольшое затишье в группе, все пытаются отдышаться и как-то придумать что-то новое. Ну если нету каких-то сплоченных команд, у которых есть несколько сильных лидеров, то как правило такое происходит. Кто-то один пытается отъехать, его добирает группа с помощью одного или двух гонщиков и на какое-то время группа замирает. Если бы была какая-то команда, у которой было бы несколько сильных гонщиков, то по тактике здесь было бы разумнее сделать следующее. Дергают один представитель команды, его закрывают другие лидеры других команд. Как только они его догоняют, должен пытаться уехать в отрыв другой лидер этой же команды, которая уезжала перед этим в отрыв и тем самым раздергивать лидеров других команд. Но, как я уже говорил, что на веломарафоне больших команд у нас практически не бывает. Максимум 2-3 представителя в лидирующей группе одного клуба или же какой-то там своей дружеской компании, которые едут, но не всегда они имеют одинаково хорошую подготовку. Вот здесь мы видим, ну, зная, о чем говорили в Пелотонии в это время, я могу сказать, что это выехал вперед Игорь Агарко и за ним выехала Вера Агарко. Они, крикнув в Пелотонии, мы поехали пофотографироваться, поехали в показной отрыв. Их отпустили. Ну, вот сначала Игорь Агарко и Вера Агарко выезжала. Это, кстати, муж и жена. Они лыжники в прошлом, очень сильные. Но сейчас вот уже несколько лет катаются на велосипеде и показывают достойный результат. Вот Игорь Агарко уехал в показной отрыв, чтобы пофотографироваться, но группа, конечно, через некоторое время стала очень недовольна, что вроде как выехал пофотографироваться, его спокойно отпустили, а по факту он поехал в сольный отрыв и доставил немножко дискомфорта общей группе. Пришлось его догонять потом последнее. Тем более, что, собственно, фотографа-то и не было нигде впереди. Да-да-да. Но еще одна особенность этого веломарафона, что именно в этот момент я увидел, что в нашей топ-тридцатке едет девушка Вера Агарко. До этого в лидирующей группе я ни разу не встречал представителя женской категории. А здесь Вера Агарко уверенно ехала. И ехала, вот вы сейчас видим, что на третьей-четвертой позиции. Едет, не отстает. И показывает очень достойный результат. Я могу, знаешь, кого еще припомнить на одном из видео в лидирующей группе, это Наталья Чеботарева из Иркутска, она, да? Да-да-да, я помню. Она очень сильная велогонщица. И бывало, что она держалась в основной группе. Может быть, конечно, еще кто-то был. Сейчас сразу не вспомним. Ну вот Игорь... Наталья Чеботарева, кстати, трехкратная победительница веломарафона. С 2015 по 2017 год она была несменным лидером женского зачета. Коля, расскажи, вот почему Игоря все-таки отпустили в отрыв, не стали сразу же, после того, как поняли, что фотографа-то, собственно, впереди нет, закрывать этот отрыв? Ну, здесь повторюсь, что его отпустили пофотографироваться, потому что именно с такими словами он отъезжал от группки. Но вот здесь на самом деле... Вы на полноценную фотосессию его отпустили, получается. Здесь на самом деле по раскачиваниям Игоря можно понять, что он едет, конечно, не в полную силу. Вот несмотря на то, что он взялся за вилку, что я считаю, конечно же, максимально небезопасно. И делать особенно, когда ты едешь в группе, категорически не рекомендую. Потому что я знаю, что некоторые из участников любят взяться за вилку, тем самым создав себе более аэродинамическую позицию. И даже в группе некоторые участники используют эту позицию, что крайне-крайне опасно. И я, конечно... Ну, вот, например, Александр Гашенков тоже догоняет, пытается догнать Игоря Агарка в той же аэродинамической позиции, что едет сейчас и сам Игорь, собственно. Но так как правилами веломарафона на данный момент это не регламентировано, то есть это не запрещено. Мы все-таки веломарафон проводим, ну, не полностью по правилам UCA, а есть свои внутренние регламенты и правила, которые делаются для, в первую очередь, безопасности и комфорта участников. Поэтому, ну, над этой аэропозицией я бы, конечно, подумал и, возможно, даже запретил ее, чтобы не вызывать каких-то рисков среди гонщиков. Ну, а вот 488 номер Александра Гашенков сейчас пытается переложиться к лидеру гонки Игорю Агарка, чтобы, возможно, вместе поработать с ним. Вот. На это уже в группе как-то более серьезно отреагировали? Нет, здесь понимали, что ни Игорь Агарка, ни Александр Гашенков не обладают настолько сильным индивидуальным ходом, чтобы уехать от группки. Поэтому, в принципе, их обоих готовы были отпустить на какое-то расстояние. Но мы сейчас увидим, что группка уже начинает набирать обороты, раскручивать скорость, потому что холодно, и очень часто вперед выходят люди потянуть группку, поработать впереди, даже не для того, чтобы кого-то догнать, а просто для того, чтобы согреться. Ну и было видно по лицу Игоря, что подышать пришлось, видимо, хорошо ему в этот момент, когда он поехал в сольный отрыв. Ну вот, и еще ребята какие-то пытаются выйти в период. Всем сперва номер. Тулупов Евгений также пытается отъехать. Ну и вот здесь уже пошли ребята. И Илья Боков, и Перлов Александр, в общем, и Рейтер Андрей. Все включаются в погоню. Сели на колесо Гашенкова Александру. Ну вот здесь мы видим, что, смотрите, Александр держится за вилку, и сзади едет 30 человек. Ну вот, не дай бог, произойдет какой-то скачок на ямке или все что-то, и рука соскочит. Мало того, что она попадет в спицы и может ее просто обрубить на такой скорости. Плюс ко всему, произойдет точный гарантированный завал. Тем более, что полотно мокрое, дождь, грязь из-под колес летит на очки, и многие видят не так хорошо, как в сухую ясную погоду. Поэтому я еще раз призывал бы всех участников виломарафона не использовать позицию, при которой они держатся руками за верх вилки, а только за руль. Тем временем 80 километров остается до финиша гонки. То есть преодолели чуть больше 20 километров участники. Я вот обратил внимание, что иногда Игорь явно поглядывает на свои часы, полагая, что, наверное, если, скорее всего, следит за пульсом, за своим, ну или, возможно, если мощность у него показывается, не знаю, но это, скорее всего, говорит о том, что он близок к таким крайним пульсовым зонам, да? Ну, скорее всего, да, потому что здесь уже показной отрыв явно превратился в попытку удрать от всего пелотона. Игорь, кстати, очень часто в веломарафоне пытается уехать в отрыв. У него это периодически получается, но победителем он еще ни разу не становился. Но вот в топ-10 он финишировал не один раз, и поэтому он, конечно же, безусловно, один из претендентов на победу. Но индивидуальный ход Игоря пока еще не дотягивает до уровня, чтобы он в одного мог уезжать, и 80 километров в сольном отрыве уезжать от целой группы. Это достаточно сложно. Не знаю, не мне, наверное, конечно, говорить об этом, но у Игоря по сравнению с большинством ребят вот из основной группы, такое достаточно, как сказать, мощное телосложение, он больше похож на такого спринтера или трековика даже, да. Поэтому физические данные у него превосходные, можно сказать, но немножко иногда ему чего-то не хватает относительно других участников. Количество мускулатуры, в первую очередь, говорит о том, что он, конечно, заточен под более силовую работу и, соответственно, под более короткие дистанции, но всем известно, что он лыжник, а лыжники очень сильные ребята, у них очень большой потенциал. И если еще несколько лет поездит на велосипеде, Игорь, то я не исключаю, что ему удастся забраться на высшую ступень педестала, посмотрим, как у него пойдет гонка и в этом году, к чему приведут его сольные отрывы. Ну вот Игорь уже постепенно начинает все чаще и чаще оглядываться, наверное, оценивает, стоит ли ему дальше упираться в отрыве или уже можно отпустить ситуацию и вернуться в основную группу, да? Ну здесь уже он видит, что группа подъехала сильно близко и бросил работать, просто крутит, чтобы дождаться группы и уже поехать со всеми остальными, потому что перспектива этого сольного отрыва уже закончена. Ну вот я обращаю внимание, что в основной группе, как только начинается горка, сразу я там вижу, что в голове всплывает Сергей Хазов, который очень легкий гонщик, и горки для него это любимая, так сказать, часть дистанции. И, кстати, я знаю, Сергей говорил, что он вперед-то, собственно, начал выходить по причине того, что страшно замерз там сидеть в группе. Он худой парень, поэтому его там, он промок, его продул, и он решил просто согреться и для этого потащить немножечко всю основную группу. Да, я отлично помню эту натяжку в очередной подъем, где Сергей решил прогреть свой организм и прогреть наши организмы, за что ему, конечно, огромное спасибо, что он возглавил и Пелотон, и ликвидировал отрыв Игоря Агарко. И теперь Пелотон едет снова большой группкой из 30 человек. Во главе есть Сергей Хазов, Перлов Александр, Агарко Игорь, Рейтер Андрей. Ну вот я хотел как раз дополнить тебя и сказать, что практически вся велосипедная Сибирь представлена сейчас в голове гонки. Тут ребята из Томска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Прокопьевска, Горноалтайска, Берска, Железногорска, Белова, Новокузнецка и еще из многих населенных пунктов нашей Сибири. Это, конечно, очень радует, что наш Красноярский веломарафон пользуется таким почетом и популярностью у сибиряков. Ну, давай немножко поговорим про победителей веломарафона в прошлых лет. Напомню, что в 2020 году им стал Андрей Рейтер, представитель города Томска. До этого побеждал Андрей Тимофеев из Прокопьевска. В 2017-2018 году два раза подряд побеждал Александр Улитин из Иркутска. В 2016 году победителем был тоже Андрей Тимофеев из Прокопьевска. Получается, что последние пять лет победителем веломарафона был не красноярец, а представитель другого города. Ты знаешь, это вообще больная тема для нас, красноярцев. Дело в том, что когда я изучал победителей веломарафонов вообще за все года, я увидел там только единожды красноярца. И то это было в те времена, когда другая трасса у гонки была, да? Ну, здесь немножко я тебя поправлю, что не единожды. Все-таки в 2015 году победил Павел Андреев. Он представляет двойной зачет красноярский. И на тот момент представлял Кемерово, но числился как красноярский спортсмен. Поэтому здесь можно это считать за счет. Но и до этого Андрей Николаевич Христофоров побеждал дважды на веломарафоне. А именно в 2004 году и 2006 году. Тем самым, получается, он тоже двукратный победитель. Но там был немножко другой формат. И также в 2008 году Александр Титов, представитель Красноярска, побеждал на веломарафоне в мужском зачете. Давай чуть-чуть вернемся на дистанцию. Вот тут мы въезжаем в Никольское. И начинаются такие серьезные протяжки. Видимо, потому что никто не хочет выезжать на грунт, находясь в задней части лидирующей группы. Потому что там всякое может быть. Может кто-то упасть на грунте. В общем, всем хочется быть в голове гонки. Правильно я понимаю? Да. Напомню, что первые 30 километров – это гонка по асфальту. И вот сейчас мы проехали село Никольское. Выезжаем на грунтовую часть. Здесь я решил выйти вперед, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится грунтовая дорога. Ну и максимально обезопасить себя. Потому что здесь начнется не просто неровная дорога. Здесь начнется грязь. Велосипед будет тонуть в глине. И помимо всего, из-под колес начнет лететь много инородных тел, которые будут мешать видимости. Ну и тем самым повышают вероятность падений и завалов. Да. Вот тут уже, наверное, начинает сказываться то, какую, собственно, резину выбрали, да, участники? На каких вилках они едут? Именно этот спецучасток решил, начал решать судьбу гонки. А вот так вот выглядит камера Сергея Хазова, установлена на велосипеде буквально спустя 200 метров после гонки. Ну и надо сказать, тут нужно поблагодарить Сергея, попрощаться уже почти навсегда с его камерой, потому что ее сейчас полностью залепит грязью. И дальше он просто этот, эти 500 грамм, просто везет до конца гонки на себе. За это ему спасибо еще раз. Ну вот о чем я и говорил, что примерно так же выглядят и очки у всех велосипедистов, как камера у Сергея Хазова, закиданная грязью. Я, кстати, выбрал тактику на эту гонку с самого старта не одевать очки. И ехал без очков с самого старта, чтобы когда вода попадает в глаза, ну, по крайней мере, ты их мог протереть перчаткой и видеть, что происходит дальше. Но выехав на грунт, грязью начало забрасывать глаза и перчатками протереть уже было их невозможно, потому что все перчатки тоже были грязные. И с этого момента началось, конечно, испытание для всех, те, кто ехали в этот момент еще в очках, у них начало забрасывать линзы. И здесь реально началась настоящая гонка, испытание. Все, что было до этого, это было достаточно лайтовым 30-километровым участком. А у тебя, так сказать, естественные, как они, дворники, да, в виде век на глазах, которыми ты, собственно, активно начал пользоваться, да? Да, ну, потом, как мы выяснили... Опа! Вот мы зафиксировали падение на гонке, первое, да, которое произошло. Ну, первое, которое попало в камеры. Да, вот тут повтор. Смотрим, что это упало у нас. У нас представитель Каннска, Матвеев Виталий. Мы знаем, что это падение для него было неудачным, и он, упав, сломал несколько ребер. Да, сейчас мы как раз послушаем, что он сказал, буквально сразу после падения. Что такое? Ну, кстати, комментарии и видео от Сергея Масленникова. Накрыло? Телефон Маршала есть? Вот такой кросс-порт сыровый и беспощадный. Друзья, а вот теперь посмотрите, для чего нужен шлем. Ну-ка, подергаю такого, пожалуйста. Вот. Вот для любителей езды без шлема. Это вот человек упал буквально... На небольшой скорости, ни о чем. Есть вопросы, для чего нужен шлем? Вот примерно вот так вот. Вот так вот, так вот так. Вот так вот. И дальше поехал. Ну, стопудово три атлет. Стопудово три атлет, поехал дальше. Железь, железь. Ну, вот здесь мы видим, что на тот момент Виталий решил продолжить гонку, и мы знаем, что ему удалось доехать до второго асфальта, где он упал еще раз, и уже с того момента продолжить гонку не смог, и до финиша его довозил Сергей Донец. Ну, три ребра сломать, это не шутки. Ну, конечно. Здесь, я думаю, что он на адреналине еще ехал, а после второго падения уже решил, что нет смысла продолжать гонку. Я с ним, кстати, разговаривал вот спустя, получается, две-три недели, да, после веломарафона. Он сказал, что уже в порядке, зажил, все хорошо. Еще мы наблюдали на дистанции очень любопытного участника, но не веломарафона, а собственного челленджа. Да, да, вот если вы сейчас обратили внимание пару минут назад, если нет, то перемотайте, по трассе бежал Дмитрий Чаплин, это ультрамарафонец из Красноярска. Он решил для себя устроить некий челлендж, и стартовал не просто бегом в круг веломарафона, стартовал его от своего дома на стадионе Ветлужанка в городе Красноярске, добежал до старта круга веломарафона, пробежал круг веломарафона, вернулся назад домой, приобежав общую дистанцию 180 километров. На это ему понадобилось 32 часа 55 минут. Вот такие вот есть интересные ультрамарафонцы у нас в Красноярске. Ну, а вот если вы когда-нибудь наблюдали за гонками на вроде Париж-Рубе, но еще в те времена, когда на них часто бывали дожди, вы могли и подобные лица видеть. Вот посмотрите, как буквально за несколько километров на грунтовом участке забросало участников гонки, особенно тех, которые едут какими-то группками или микрогруппками, потому что периодически сидят друг с другом на колесе и, естественно, забрасывает неслабо. Ну вот смотрите, здесь начинается как раз гонка и проигрывают те, кто выбрал неверную резину. На тот момент они так считали, потому что вот мы сейчас видели, что Сергей Хазов даже отстал от всех. Вперед уехали многие-многие гонщики, даже те, кто едут с большими крыльями, уехали в отрыв, оставив Сергея Хазова позади, несмотря на то, что это один из сильнейших гонщиков пелотона. Я от себя скажу, что как только начался грунтовая дорога, грунтовое покрытие, я ехал на сликах, так же, как и Сергей Хазов, на полных сликах, и мы с ним просто утонули в этой грязи и начали терять мощность, хоть и выкручивали на все ваты, которые были в тот момент в ногах, но ехать быстрее мы просто не могли. Вот я могу сейчас на видео даже демонстративно показать, как все от меня выезжают в горку, как отстоячие, в том числе и Вера Агаркова, лидер женского зачета. Вера Агаркова, кстати, держится, молодец. Вера Агаркова, да. Очень близко к голове гонки, они уступают многим очень сильным парням. Вот это Александр Перлов у нас борется на дистанции. В общем, все рассредоточились и понимают, что сейчас можно очень многое проиграть на этой гонке, упираются, но велосипеды ведут себя у всех по-разному. Я вот буквально несколько минут назад было видно, как бросает на спусках из стороны в сторону на велосипеде даже очень опытных гонщиков. Да, вот выбор резины на веломарафоне «Кросспорт», особенно в дождливую погоду, это всегда лотерея. И мы знаем, что были гонки в такую погоду, где на поле все застревали, и тот, у кого были самые тонкие слики и самые широкие расстояния между колесом и вилкой, проезжали и даже занимали призовые места. Поэтому при выборе резины, конечно же, нужно обращать внимание на то, какая погода, какое покрытие, именно на грунтовом участке и на картофельном поле, самом сложном спецучастке. Ну вот тут такой кусочек, оазис, можно сказать, был, да, кусок сухой дороги на веломарафоне. Вообще, я очень хорошо помню, что обычно грунтовый участок очень скоростной, если не считать каких-то подъемов. И, в общем-то, велосипед ведет себя, ну, послушно на этих участках. Но, когда непогода, совершенно понятно, что у людей совершенно другие скорости. А вот... Ну вот, смотрите, интересный момент был, да? Андрей Рейтер помыл очки из бочки. Это, кстати, очень-очень интересный момент, что у Андрея было два бочка велосипеда. Один был с изотоником, а второй был с чистой водой и был предназначен как раз для технических моментов, для того, чтобы сполоснуть очки, чтобы помыть трансмиссию, если вдруг она забилась грязью. Чем он сейчас и воспользовался? Ну вот, сейчас было видно, что за 65 километров до финиша гонки четыре человека в лидирующей группе. Ведет гонку сейчас Игорь Агарко, Илья Боков на второй позиции, Дмитрий Андреев на третий и Андрей Рейтер четвертый. Вот так они сформировали такую небольшую группу. Ну и уже на... Вон там дальше на горизонте видно, что отставание небольшое, но закрыть его, как я понимаю, крайне сложно, да? Ну, сейчас четыре сильнейших гонщика находятся во главе пилотона, и поэтому догнать их это уже очень проблематично. Ну и учитывая то, что они именно на гравийном участке смогли вырваться вперед, значит, то, что у других участников техника работает хуже, чем у этих четырех человек. Резина не справляется с покрытием, возможно, даже трансмиссия уже перестала переключаться, поэтому мало того, что физически их догнать сейчас сложно, так и технически не представляется возможным. Поэтому эта лидирующая группа сейчас набирает отрыв от преследователей, посмотрим, что будет дальше. Ну, одно из самых комфортных мест на велогонке сейчас, это, собственно, салон автомобиля L200 Mitsubishi, который нам любезно предоставил «Медведь Холдинг». И ребята, которые сидят сейчас внутри, мы их прекрасно знаем, они счастливы и довольны, они наблюдают за интереснейшей гонкой в тепле и комфорте. Но машина едет без проблем и по такой дороге, как мы понимаем. Спасибо Александру Боровскому за то, что он не первый год уже помогает нам с организацией веломарафона, предоставляя машину для технической помощи, сопровождения и съемки веломарафона на видео. Да, ребята просто почернели, становится все тяжелее их различать, даже зная лично их. Ну вот, отлично, спасибо за крупный план. Ну вот, смотрите, по цвету формы можно определить, кто из них работал большее количество времени впереди. У Игоря Агарка форма понятно какого цвета, а значит, он ехал максимальное количество времени впереди, и его еще не закидало грязью из-под колес впереди идущих. Но здесь выходит Андрей Рейтер вперед и ставит уже рабочую передачу и начинает, начинает работать в силовом режиме, потому что понимает, что сейчас будет тяжелый подъем и в него надо отработать на максимум, чтобы сделать еще больше задел. И вот мы здесь видим, что начинает буксовать резина у Дима Андреева, Игорь Агарка также начинает испытывать проблемы, ну и у Андрея Рейтера у самого велосипед начинает вязнуть, вязнуть в этой грязи. Но вот они уезжают, здесь небольшой кусочек асфальта, откуда он здесь посреди леса никто не знает, но он очень спасает как раз на вершине подъемчика, тебя выталкивая вперед, помогает. Видно было, что на очень разных передачах тоже преодолевают подъемы гонщики, кто-то выбирает такую силовую манеру, продавливает такой низкий каденс, кто-то на высоком, на высоком педалировании в горку заезжает. И вот с этим в горку же, собственно, чуть-чуть и отвалился Игорь Агарка, да? А как только ровный участок, он сразу добирает. Ну, Игорь, стиль езды, силовой, у велосипедистов, как правило, если вы там даже смотрите гонки профессионального тура, там видно, если человек заламывает передачу, это значит, что у него не хватает частоты, и, скорее всего, это будет его ограничивающим фактором как раз при погоне или при отрыве. Здесь мы видим, что он самая легкая передача, наверное, сейчас у Андрея Рейтера. Он крутит вообще с каденсом, наверное, 100-110 оборотов сейчас. Пьет, питается. У него, кстати, велосипед, обратите внимание, Canon Doyle, у которого, ну, во-первых, имеет систему двухподвеса. У него не только спереди амортизатор, но еще и под сидением дополнительный амортизатор, что, конечно же, придает комфорта при езде по грунту, по гравию, но немножечко проигрывает мощности на асфальте. Но Андрею это не мешает ежегодно попадать в топ-5 и в 2020 году даже выиграть веломарафон, хоть и на другом велосипеде он был, но тоже был на двухподвесе. Но самая ключевая особенность Canon Doyle это то, что у них одно перо на вилке спереди и в случае очень большой грязи на поле это может дать большое преимущество, потому что грязь не будет забиваться в передние вилки. Любопытно то, что вот Андрей сказал мне о том, что он едет на точно таком же велосипеде, только новом. Предыдущие какие-то, видимо, большие фанаты велоспорта и Андрея Рейтера в частности приобрели его предыдущий велосипед, видимо, в надежде выиграть на нем веломарафон. Не знаю, быть может. Ну и, кстати, вот обрати внимание, что Дмитрий Андреев устал от своих очков и снял их, решил ехать без них. Видимо, совсем стало некомфортно от той грязи, которая на них постоянно налипает. Ну да, это про что я говорил, что когда у тебя закидает грязью очки, если у тебя нет технического бачка с чистой водой, как у Андрея Рейтера, чтобы сполоснуть очки, то они становятся абсолютно бесполезными и более того, они полностью блокируют тебе видимость, приходится их снимать. В этот момент, если у тебя дорогие очки и очень важно их не потерять, положить в нужный карман, а если ты едешь в ветровке, то это сделать достаточно сложно, но Дима справился. Ну вот, 58 километров осталось до финиша гонки, почти середина дистанции. В общем-то, расклад на дистанции сохраняется, 4 гонщика в лидирующей группе, очень сильные гонщики, и если бы, ну вот в тот момент, когда я видел эту картину, я понимал, что скорее всего, победитель веломарафона едет в этой группе, по крайней мере, мне казалось именно так. Да, ну вот если обратите внимание на стиль езды, что сейчас группка из четырех лидеров едет достаточно ровно, она, конечно, едет мощно, но раздергиваний каких-то не происходит, все едут вместе, и это опять же к разговору о том, если вы хотите выигрывать, вы должны выдерживать какие-то небольшие короткие рывки, и потом держать достаточно хорошую среднюю мощность, чтобы ехать с лидерами в одной группке. Вот тут участок, который только что проехали велосипедисты, там так очень сыро, такая приличная колея, даже опытный гонщиков из лидеров болтает по дистанции, и я почти уверен, что на этих участках ни один участник веломарафона в общем-то полежал в грязи, скорее всего, в этот день, потому что удержать свой велосипед крайне тяжело, особенно если ты не очень опытен в этих делах. Да, ну вот здесь достаточно опасный длинный спуск, обычно это очень скоростной спуск, на котором едут под 40-45 километров в час участники, но здесь мы видим, что ни о каких скоростях конечно речи не идет, здесь главное удержаться в седле и не рухнуть на обочину, потому что очень грязно, очень вязко, велосипед надо держать и не упасть, стараться не упасть, остаться в седле на этой грязи. Вот видим, что Игорь Агарко тоже окрасился в грязевой цвет и стал сливаться с остальными участниками посидев на колесе всего лишь каких-то 5-10 минут его полностью тоже закидало грязью. Вот мы видели, как Андрей Рейтер у него спала цепь. Да, он сначала попытался на ходу. Андрей отстал и это может для него сыграть очень драматическую роль. Дима Андреев, видимо, почувствовав или увидев это, резко нажал на газ и пытается оторвать от всех, потому что он знает, что Андрей очень серьезный соперник. Вот Игорь Агарко потерял контакт, но ребята на небольшом расстоянии пока еще контролируют Диму Андрееву. Посмотрим, удастся ли ему его добрать и уезжать уже от Андрея вдвоем или втроем. На месте Игоря Агарко в этот момент я бы подумал, Андрей, ну что же ты делаешь, зачем цепь-то у тебя слетела? Ехали же нормально. А вот, собственно, у самого Игоря в этом месте У Игоря тоже какая-то проблема. Возможно, он просто понял, что заезжать в эту горку бессмысленно и бежать гораздо быстрее. Но здесь я только респектую Игорю в том плане, что человек понимает, что приложить усилия в беге сейчас гораздо для него эффективнее, чем ехать в седле, если велосипед не едет. И поэтому почему бы этим не воспользоваться? Ну вот, что-то у него еще произошло, потому что он задержался на подъеме, может быть, спала цепь, может быть, трансмиссия полностью забилась, и он решил хоть как-то почистить руками и этим воспользовался Дима Андреев. С кем он отъехал здесь? Илья Боков. Дмитрий Андреев устал ехать по этой грязи, думает, может быть, по обочине, по травке будет лучше. И попробовал таким способом преодолеть вот этот грязевой участок, но, видимо, понял, что, наверное, не самый лучший вариант. Ну, здесь смотри, я, наверное, от себя скажу, почему он это сделал, чтобы хоть немножко подчистить колеса от грязи, которые налипли до этого на страшном черноземе, который вот видится за ними, и это немножко помогает на самом деле, потому что трава отбивает грязь, и дальше чуть легче едется, но глина, чернозем продолжает полностью вязнуть, участники, смотри, как сложно ему удается, во-первых, удерживать прямолинейную траекторию, и, в принципе, не буксовать, ехать на достаточно хорошей мощности, но здесь вот кажется, что они еле едут, но на самом деле они прикладывают огромную мощность и усилие, чтобы ехать даже с такой скоростью, потому что велосипед тонет, вязнет в этой грязи, и скорость большую уже развивать достаточно сложно. Ну и, конечно, камера не всегда передает тот рельеф, который есть на дистанции, вот это совершенно точно подъем, здесь приходится невероятные усилия прикладывать, вот меньше всего устал на дистанции оператор телекомпании, который покуривает в сторонке и думает, слава тебе, господи, что не в велоспорт меня мама отдала, вот, значит, достаточно спокойно, все было, но относительно на дистанции ехали четверо гонщиков, вот, небольшая неполадка у Андрея Рейтера сначала, потом у Игоря Агарка вызвали вот такие вот движения. Илью, конечно, страшно бросает, я не знаю, с чем это связано, может быть, просто Дмитрий Андреев, ну, может быть, чуть более техничный гонщик, я не знаю, может быть, просто связано с выбором резины, тут сложно сказать, но ему приходится очень тщательно бороться с покрытием дорожным, чтобы оставаться в седле. Ну, вот здесь несколько факторов, и первое, конечно же, усталость, того, что ему дается эта натяжка точно нелегко, он сидит на колесе у Димы Андреева не просто так, не выходя вперед, а потому что у него не хватает на это, видимо, сил, ну, или просто решил экономиться и не тратиться, а довериться Диме Андрееву и его индивидуальному ходу. Ну, вот тут прям очень хорошо видно разницу в чистоте педалирования у гонщиков, то есть совершенно разный подход они выбирают уж или специально, или в силу усталости, это сложно сказать, но тем не менее. Ну, вот мы видим, что Илья постоянно оборачивается, чтобы убедиться, что они достаточно хорошо оторвались от Андрея Рейтера, он знает, что у Андрея Рейтера очень хороший индивидуальный ход, что он сейчас находится в хорошей готовности, они проехали уже не одну гонку самостоятельно, и он понимает, что сейчас нужно сработаться с Димой и вдвоем пытаться оторваться максимально от Андрея Рейтера, чтобы не дать ему приблизиться и обеспечить себе как минимум второе место в абсолютном зачете, что очень почетно, и выиграть победителя веломарафона 2020 года, конечно же, им обоим очень хотелось. На секунду попытаемся опуститься вглубь гонки, Коля, что там происходило в тот момент, о чем думают участники, которые едут на 10-20 позиции, много ли борьбы происходит там? Ну, это начался самый сложный спецучасток на мой взгляд в этом году, лично я первые 30 километров по асфальту ехал, чувствовал себя просто отлично, но как только начался этот спецучасток, я просто встал как вкопанный, у меня велосипед начал тонуть, и никакая мощность мне не помогала даже сидеть на колесе у более слабых соперников, я не понимал, что произошло, то ли меня рубануло, то ли я не допитался, то ли еще какие-то причины, но объективно я не понимал, почему я не могу ехать, потом, конечно, после гонки мы проанализировали и поняли, что это из-за узкой сликовой резины, которая просто тонула в грязи и не давала развить нормальную мощность, ну, и ко всем сложностям, я уверен, что у всех участников этот спецучасток вызывал огромный страх перед падением, потому что ты видишь, как даже лидеров мотало из стороны в сторону, что уж говорить о тех, кто едет этот веломарафон первый раз, я думаю, что для них грязевой участок был максимально сложным и опасным, где они, конечно, натерпелись и потеряли огромное количество времени, в связи с чем как раз и были не уложившиеся в лимит такого большого количества человек. Вот там было видно, что 30 секунд назад лидеры гонки прямо синхронно решили попитаться, вот 50 километров до финиша, и это как раз развилка. Здесь знаменитая развилка, да, возле водонапорной башни, где принимается решение на тренировках ехать в леополе или по асфальту вернуться домой и вот тут примерные разрывы будет очень хорошо видно. Илья Боков и Дмитрий Андреев поехали первыми, проехали первыми этот участок, за ними едет Андрей Рейтер, насколько я понимаю. Да, Андрей Рейтер, потому что у Игоря Агарка что-то произошло с техникой и он подостал. Ну вот видим, что разница между лидерами и Андреем Рейтером порядка 25 секунд. Но чуть побольше, потому что тут монтаж немножко съел, да. Но в районе минуты отставание Андрея было на 50-м километре после вот этого ужасного гравийного спецучастка, где они выехали и отправились уже в сторону картофельного поля поселка Борск. А вот это в каком-то смысле неожиданно. Это Евгений Бушуев из Железногорска занимает на текущий момент четвертую позицию. Я, когда его увидел, думаю, Женя, где ты срезал? Но нет, в прекрасной форме Евгений находится и вот на текущий момент был четвертым. Вот тут уже Игорь Агарка проходит этот участок. Да, ну, видимо, что-то у Игоря случилось серьезное, что он потратил несколько минут на то, чтобы исправить свою технику и отправиться в погоню уже за Евгением Бушуевым, который на тот момент был четвертый в Абсолюте. И вот здесь мы видим, что шестым едет у нас Сергей Минин. Да. Сергей Минин, кстати, едет на интересной конструкции велосипеда. Это переделанный ну, этот граинный велосипед, циклокроссовый, да, с прямым рулем, с крыльями. В общем, он едет на таком полубайке, полум-ТБшном велосипеде, но правила не нарушая, поставив прямой руль и не используя никакие рога. Ну вот постепенно, постепенно другие сильные гонщики преодолевают этот участок. Значит, тут вы можете примерно оценить, какие были разрывы. И вот здесь видим, что судьи фиксируют всех гонщиков именно на этом участке. Возможно, мы в следующем году сделаем контрольное время, чтобы можно было отсечь тех, кто отстает достаточно сильно. Ну вот ты в паре с... кто у нас? Это Константин Сухачев, да? Да, да, да. Я догнал Константина на грязевом участке, и вот здесь мы начинаем преследовать тех, кто уехал. Тем, кому больше повезло с выбором резины на этом грязевом участке, пытаемся с Константином сработаться, чтобы добрать впереди едущих участников. А в лидирующей группе по-прежнему едет тандем Илья Боков и Дмитрий Андреев. Они приближаются к полю, спецучастку, который мы называем поле, где произойдут очень важные события на этой гонке. Да, но вот хочу отметить, что участок дороги от развилки возле водонапорной башни и до Борска с ворота на Картофельное поле был достаточно скоростной, несмотря, что тоже здесь достаточно грязно, но он был такой скоростной, на нем можно было достаточно хорошо вкручивать. Вот смотрите, что Дима Андреев выбрал очень узкие покрышки, у Ильи Бокова сильно толще и видно, что Илья сейчас заламывает передачу, это значит, что ему достаточно сложно держать темп Димы Андреева и даже сидеть у него на колесе, но они еще и пытаются работать сменами, чтобы опять же сохранить свое лидерство от преследователей. Ну вот мы перемещаемся за 39 километров до финиша на спецучасток поле продолжительностью приблизительно 7 километров, с квадрокоптера это все выглядит достаточно красиво, успокаивающе, но для многих этот участок превращается в настоящий ад, и в этом году на поле произошло примерно следующее. Да, ну вот с поля у нас будет немного кадров, потому что там и машина не могла проехать, и достаточно опасный был участок с точки зрения сопровождения гонщиков на автомобиле, здесь большинство велосипедистов, которые уехали в первой пачке в отрыв на гравийном участке, начали испытывать проблемы с тем, что у них забивалась грязью трансмиссия, забивались грязью перья передней вилки и перья задней на раме, и они не могли просто проехать этот спецучасток, некоторым приходилось даже останавливаться и сковыривать грязь с покрышек, с трансмиссии, чтобы хоть как-то продолжить движение. Ну вот для безопасности гонщиков мы L200 отпустили вперед, здесь она спокойно проезжает, но чтобы не создавать преград гонщикам, она уехала немножечко вперед, поэтому мы перемещаемся на спецучасток ручей, и первым к нему подъезжает Андрей Рейтер из города Томска. Неожиданно, смотрите, целую минуту Андрей проигрывал на свороте 50-го километра, и вот на 60-м, на 65-м километре он уже в лидерах, а это значит, что спецучасток картофельное поле он преодолел быстрее всех, его техника справилась с этой грязью лучше других, но напомню, что мы вам уже рассказывали про специальную конструкцию Канан Дойла, у которой на вилке спереди лишь одно перо, сзади тоже достаточно большой проем, и выбор резины, и велосипеда Андрей оказался в этом году максимально удачным, он смог отыграть минуту отставания, которая у него была перед этим спецучастком, и даже сделал большой задел, видим, что сзади нету даже близко никого из преследователей. Примерно три с половиной минуты Андрей смог, как говорят велосипедисты, кинуть своим ближайшим преследователям на отметке, где велогонщики проходят ручей, сейчас мы увидим, кто же подъехал вторым к ручью. кто догоняет Андрея Рейтера, в каком составе, и как они себя чувствуют на этом спецучастке. Смотрим, что сюда, опять же, неожиданно сенсационно вторым подъезжает Игорь Агарко, где же Дима Андреев и Илья Боков, которые лидировали в этой гонке до 60-го километра, сейчас мы даже не видим их в топ-2, а это значит, что у них случились большие технические проблемы на картофельном поле и скорее всего это решит судьбу их финиша в этом веломарафоне. Вот третьим сквозь ручей пробирается насколько я понимаю Сергей Хазов, которого тяжело еще не узнать. Его сложно узнать, но достаточно характерная у него пробежка, как у сильного триатлета, форма триатлета выдает его, ну и конечно же велосипед, у Сергея в этом году тоже новый велосипед, практически все сейчас используют монопередачу, спереди одна звезда, это как раз уменьшает возможность слетания цепи, забивания трансмиссии хотя бы спереди, поэтому обратите внимание на переход в сторону моноспида. И вот только-только подъезжает к ручью Илья Боков, который шел вторым-третьим до Оля. Он был один из первых, первое-второго, да, а сейчас он лишь четвертый и уже отстает достаточно сильно от Сергея Хазова, Игоря Агарка и Андрея Рейтера, которые сейчас делят первые три позиции. Илья в костюме Кочегара преодолевает спецучасток ручей. Тоже, кстати, смотрите, уже без очков снял очки, чтобы хоть как-то видеть, что происходит. И далее мы видим, что Дима Андреев отстал уже очень сильно и очередные участники, которые также пробрались сквозь поле, можем смотреть, кто здесь едет. Ну вот, один из этих велосипедистов, я вижу, это был я даже, мне удалось на спецучастке картофельного поля отыграть порядка 10-15 позиций и выйти на седьмое место в абсолютном зачете. А это у нас преодолевает ручей Перлов Александр из города Иркутска, который стал для многих сюрпризом на предыдущей гонке. Вот он не просто перебегает ручей, а пытается немножечко промыть трансмиссию, обстучать ее, посмотрите, как потрясающе помогает ему ехать заднее крыло. Брызговик, который находится примерно под углом 30 градусов к колесу, но уже не оглядываешься в этот момент, что там сзади происходит, и вот кручей подъезжает только-только Дима Андреев, пятикратный победитель веломарафона. Ну, Александр Перлов, кстати, тоже в прошлом году стал сенсацией, никто не ожидал, что он будет достаточно, настолько силен и хорошо подготовлен, что займет место второе, по-моему, в Абсолюте, у него было в 2020 году, если не ошибаешь, и в этом году он тоже достаточно сильно едет, и все его уже рассматривают как серьезного соперника. Ну, кстати, вот, видно, что ручей в этом году достаточно такой широкий, то есть, бывали года, когда, почти сухим можно было через него пройти, но в этом году вот погода такая, что не намочить ноги было нереально. Ну, Николай, ты, по-моему, да? Вот моя очередь, да, преодолевать ручей, но я никогда не пытаюсь проехать ручей и всегда перехожу его вброд, тем более, тут я понимал, что мне удалось отыграть очень много позиций на картофельном поле, и надо удержать это преимущество дальше на втором асфальте. А вот сейчас давайте немножко послушаем, как Александр Караханов из Новосибирска проходил ручей. Внимание! О, Саня! Доскат, давай, Саня! Саня! Привет! Привет, Активно подбадривают болельщики на руче Александра и сам он заряжает себя таким звериным криком и продолжает дистанцию. Видно, что силы еще остались. Ну, Александр представляет Новосибирск, клуб-мастерс Новосибирский и на руче как раз стоял Сергей Масленников со своими друзьями и он активно поддерживал. К слову, когда я после поля обгонял Александра Караханова, он мне вслед кричал «Николай, что это, тактика или удачно выбранная резина?» но что я ему сказал, что и то и другое. Мне перед гонкой, кстати, тренер мой Евгений Кириллов сказал, что веломарафон начинается после поля на втором асфальтовом участке, то есть на 70-м километре. Ну, в принципе, это многие знают, что на первые два часа гонки хватает достаточно многих, третий час веломарафона ехать в быстром темпе с сохранением мощности уже могут не все. Для этого нужны объемы, для этого нужна специальная работа, поэтому здесь тактика на веломарафоне всегда должна быть одинаковой, чтобы вы могли держать ровный темп и мощность три часа и более. Да, все справедливо, на третьем часе накрывает многих, в том числе и со мной такое бывало, а самое забавное, что помимо третьего часа гонщикам на вроде меня предстоит еще иногда и четвертый и пятый час гонки. Ну вот видим, что Евгений Бушуев и Александр Гашников чистят свой велосипед, используя любые подручные средства, в том числе кустарники. Да. Здесь проезжает мимо них флегонтов Платон, если я не ошибаюсь, и Женя, а Женя Бушуев, ехавший четвертым в Абсолюте, сейчас выпадает даже из топ-10. Платон, кстати, как вы видите, очень серьезный результат, вот на промежуточном отрезке показывает, а я несколько лет назад помню его еще парнишкой, который участвовал в детских велогонках. Быстро растут чужие дети. Да, и послушаем комментарии Сергея Минина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, кроссборд, нормально? Ля-ля, весело. Так и живем. Здесь комментарии у него не очень красноречивые и позитивные, да, но, тем не менее, атмосферу гонки передают. Да, все верно. Смотрим Евгений Бахерев. Ха-ха-ха, газмарафон, это сила. Из Новосибирска преодолевает бегом этот спецучасток, как истинный триатлет. Да, у него еще остались силы на какие-то слова, сил все меньше, но пока еще есть. Да, давайте посмотрим, что еще говорят участники после ручья. Ха-ха-ха-ха, нормально. Ну, как вы видите, на позитиве, нормально, а вот у нас Вера Агарко преодолевает достаточно с высоким промежуточным результатом ручей. Ну, да, Вера едет сейчас в топ-20, я думаю, гонщиков даже среди мужчин, ну, и, конечно же, лидирует в женском зачете. Да, 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 да. Ну, в лидирующей группе все примерно одинаково грязные еще, да, потому что ребята наработались в группе, вот, чем дальше, тем временами будут чище участники. Вот участники Сайбермена тоже. Да, Константин Вчарук. Да, он в свое время в эстафете участвовал в ультра-триатлоне Сайбермен, я его хорошо помню. Он как раз ехал велоэтап, поэтому он достаточно сильный велосипедист и здесь тоже едет достаточно высоко, ну, я думаю, в топ-30 он точно должен финишировать. Здесь смотрим участников, у некоторых привязаны GoPro на шлеме, ну, как мы уже убедились, это достаточно бесполезно было в этом году. А вот как раз люди, которые использовали активно пленку пищевую для того, чтобы себя, так сказать, обезопасить от влаги на этой гонке достаточно высоко едут. Ну, давайте я, наверное, с точки зрения экипировки немножечко расскажу, как бы я рекомендовал одеваться на такую погоду, на велосипедную гонку, тем более, если вы претендуете на хороший результат. Ну, сверху я бы предпочел ветровке какую-то жилетку непромокаемую, точно кофта с длинным рукавом, с тонким флисом, обязательно перчатки с длинными пальцами, не стоя на то, что они промокнут, это все равно поможет вам сохранить тепло конечностей, потому что это очень важно, вам важно сохранять управляемость, вам важно, чтобы вы могли адекватно и быстро реагировать на какие-то изменения движения в группе и тормозить с максимальной реакцией. ехать я бы рекомендовал либо в шортах, либо в шортах с наколенниками, но не в гамашах, если температура выше 10 градусов, я бы все-таки рекомендовал ехать либо в коротком, либо в коротком, используя наколенники, потому что гамаши, когда намокают, ну, это длинные ритузы, велотрико, они становятся, конечно, очень неприятными и ограничивают вас в движениях. а на ногах я бы рекомендовал использовать обязательно специальные бахилы, лучше даже в таком случае использовать зимний вариант, они, конечно, не спасут вас полностью от промокания ног, но когда у вас будут теплые бахилы на мелотуфлях, вы сможете достаточно длинный промежуток времени оставаться сухими ногами, а после этого, когда они у вас уже намокнут, вода будет быстро нагреваться и ноги не будут замерзать, а просто будут булькать в воде. А вот тут вторая, третья девушка, да, в абсолютном зачете, это Анастасия Донец и Валерия Кузнецова. Улыбаются, счастливые, значит, еще пока не устали, есть силы бороться за подиум абсолютного зачета женского на веломарафоне 2021 года. Ну, смотрим, что участники продолжают, пытаются чистить трансмиссию, чистить колеса, хоть как-то избавиться от грязи, которая налипла у них на картофельном поле и продолжить гонку, борьбу. Кто-то вот пытается сэкономить время, преодолев брод, либо же просто не хочет уже слазить с велосипеда. Насколько я понимаю, это один из братьев титов, титовых, возможно, даже победитель 2008 года, Александр, здесь уже было не понять, номеров не видно, лица у всех гонщиков абсолютно одинаково серого цвета. Ну, смотрим, как преодолевают ручей. Остальные участники, это любимый участок у всех фотографов, видеографов, здесь очень часто люди моются, кто-то даже пьет из этого ручья. Ну и без Владимира Ивановича Мухиенко не могла обойтись наша трансляция, вот он преодолевает свой любимый ручей, улыбается, чистое лицо, мы очень рады, что вы слава Сиряков, поклонник команды Sky и лично Кристофера Фрума одет в идеальную форму от Sky. Вот легендарный велогонщик Алексей Кургеев в клетчатой рубашке и в голубых штанах он преодолевает любую свои дистанции. Он участник многочисленных приветов на очень длинные расстояния, в том числе более тысячи километров. Мы знаем, что он всегда едет в этих синих трико в клетчатой рубашке. По секрету он нам, конечно, рассказал, что у него есть несколько комплектов рубашек и трико на случай дождя и грязной погоды. Но они все одинаковые. Но они все одинаковые и человек четко следит за своим имиджем, не использует спортивное питание, едет либо на конфетках, либо на банках с тушенкой. Ну вот так выглядит с высоты птичьего полета пусть и низкого спецучасток ручей. Сами можете оценить, как это красиво выглядит, когда не участвуешь в гонке. Особенно, если кто-то падает в этом ручье, пытаясь преодолеть его на ходу. Если нам повезет, то мы увидим, как кто-нибудь красиво упадет. Ну вот так, например. вот такие вот замечательные падения, но некоторые, я думаю, это делают специально ради того, чтобы фотограф это заснял и потом обновить аватарку в социальных сетях или же распечатать себе портрет, повешать на стенку рядом с медалями. Это достаточно красивое падение в исполнении одного из участников. Да, и в будущие годы, если мы будем вести съемку в таком же формате, то участники безусловно будут знать, что почти всех снимают на ручье и можно попробовать проехать ручей, если проедешь, то станешь героем видео. Если же не получится и упадешь, то хотя бы останется что-то хорошее на памяти, точно попадешь в трансляцию. Да, в этом году мы решили стационарно поснимать на ручье достаточно длительный промежуток времени, чтобы все, ну не все, но очень много участников смогли увидеть себя на этом интереснейшем спецучастке и потом вспоминать об этой велосипедной гонке еще долгие годы с улыбкой и уже в отстиранной форме. Вот смотрите, обратите внимание, что чем дальше, тем чище участники, например, один из велогонщиков сейчас был в абсолютно белой веломайке, я не представляю, как ему удалось сохранить эту майку в белом виде, но возможно он ехал сначала в ветровке и потом на картофельном поле избавился от нее, и поэтому он такой чистый. именно так я от некоторых велогонщиков получал обратную связь на этот счет именно так они и поступали возможно для того, чтобы в фотографиях выглядеть более прилично чем конкуренты возможно так просто комфортнее было проходить гонку. Ну вот только что мы видели, что если не ошибаюсь участник набрал воды из ручья и попил воды из ручья но что не сделаешь когда тебя мучает жажда здесь и можно пойти на такой риск но обязательно после этого конечно надо использовать что-то для желудка. Вот участники отмывают некоторые участники отмывают свои номера чтобы на финише их можно было идентифицировать Владимир Ломакин преодолевает ручей в команде своей любимой фанатской в форме своей любимой команды Боро Ханс Гро видим что у многих номера вообще не читаемые к слову на финише я подъезжаю тоже понимал что у меня номер совершенно не читаемый я рукой его протирал что всем остальным гонщикам тоже советую рекомендую чтобы судьям легче вас было идентифицировать несмотря на то что там есть электронная система хрометажа но лучший для достоверных результатов протоколе все-таки свой номер чистить это делается достаточно просто протирание ладошкой одним касанием перед самой линией финиша вот видим что участники здесь уже преодолевают гонку с улыбками многие в чистой форме это значит они уже либо переоделись либо скинули ветровочки и продолжают свою гонку уже в более легком и комфортном для себя формате потому что последний участок асфальтовый обычно очень ветреный и последние 30 километров даются не просто тяжело потому что это третий час гонки а там еще приходится бороться с лобовым ветром который забирает все последние силы если ты туда выехал один то последний час дистанции для тебя может стать очень большим преодолением поэтому поэтому все велосипедисты кто понимает и умеет ездить в группках стараются собраться в группе то в небольшие компании и продолжать уже ехать до финиша не в одного а меняясь делая смену чтобы хоть как-то отдохнуть за спинами соперников вот видим что участники Сабакана с других регионов напомню что география веломарафона конечно огромна этот веломарафон культовая гонка которая которую любят знают и почтят не только красноярцы но и весь сибирский федеральный округ участвуют все от Омска до наверное Хабаровска самые конечно многочисленные группы которые к нам приезжают это Новосибирск Томск Кемерово Барнаул Сабакана Сминусинска Сжелезногорска это самые многочисленные компании и вот мы видим что ребята некоторые настолько видимо устали бороться с картофельным полем что просто избавился от велосипеда и пошел отмывать перчатки форму очки я думаю сейчас дойдет дело и до трансмиссии потому что впереди еще немалая часть дистанции специфика веломарафона такова что первые 30 километров все едут по асфальту потом примерно 35 километров это грунт и картофельное поле и последние 35 километров это асфальтовый участок но против сильного ветра которые даются очень тяжело всем участникам ну и по поводу географии еще одна маленькая ремарка уже практически легендой гонки стало то что дважды на веломарафон кросспорт приезжал участник из Австралии вот мы даже планировал выиграть эту гонку насколько мне известно но не ожидал что сибирские велосипедисты так хорошо готовы и выиграть веломарафон у него еще пока ни разу не удалось сделать так называемый демотиватор ожидания реальность именно на веломарафоне кросспорт очень легко да напомню что в 2019 году веломарафон собрал рекордное количество заявок 700 человек было заявлено на эту гонку на старт вышло 624 человека и 607 человек финишировало эту дистанцию в 2019 году пока это рекордный год по количеству участников в 2020 году было сильно меньше желающих проехать веломарафон ну тут это и понятно это было связано и с переносом старта и с пандемией поэтому спад был достаточно ощутимый 272 человека вышли на старт и 268 финишировало но уже в 2021 году заявилось на старт 606 участников если я не ошибаюсь 482 из них вышли на старт 20% была неявка это конечно же благодаря погоде ну вот тут видно что один из участников заранее предусмотрел огромные мешки тире бахилы которые привязал резиночки смотри да 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 это значит такие своеобразные рыбацкие сапоги в которых он видимо собирается преодолеть на сухую этот ручей знаешь мне кажется он наверняка уже полностью мокрый но думаю раз уж вез и все это планировал не будем отменять надо как-то протестировать но вот интересно насколько помогли ему эти пакеты сохранить ноги в тепле ну улыбается смотри улыбается но это самое главное даже если не помогли было достаточно кайфово может быть попал на кадры фотографии и как раз запомни что это веломарафон он проехал возможно будет продавать потом оттягать да лайфхак вот пожалуйста из ручья набирает набрали в бочку воды но вот интересно для каких целей для того чтобы смыть велосипед или все-таки чтобы пить я конечно бы не рискнул пить из ручья в такую погоду мне все-таки кажется что это небезопасно с точки зрения дезинфекции но что делать если тебя мучает сильная жажда то конечно же люди выбирают воду из ручья альтернативе засухи вот мы видим это был Илья Антошин участник всех гонок на выносливость и по легкой атлетике и по велосипеду вот здесь видим что и уже очередные участницы женского зачета преодолевают подъезжают к ручью и мужчины смотрят некоторые мне кажется в замешательстве не понимая как же им преодолеть этот ручей чтобы не замучить ноги хотя на самом деле ноги уже я думаю действительно полностью мокрые и можно не переживать за то что немножечко в них добавится воды фотографии на память естественно там Илья Небуков естественно дежурит на ручье все это знают пытаются лучше свой кадр сделать именно на этом участке ну и знаешь мне что это напоминает вот в детстве я смотрел телеканал в мире животных и когда вот подходят в саванне на водопой вот что-то подобное там ну вот некоторые как крокодилы залегают в ручей ну вот и ну совершенно Константин Скульский улыбаясь преодолел ручей и продолжил свою гонку да 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 ну пытаются как только могут люди избавиться от грязи на своих велосипедов что-то там отодрать от покрышек с трансмиссией чтобы хоть как-то переключатели начали работать чтобы цепь не слетала опа еще одно потрясающее падение еще одно выставочное падение ну человек видимо хотел проскочить чтобы не марать ноги ну но решил что раз уж шнурнул тогда уже я остановлюсь чтобы цепь помыть и проехать дальше с более влажной цепью сто процентно невозмутимое лицо от участника под номером два просто вы тут можете кататься мыться улыбаться на фотографии я в режиме робота пройду ручей да это представитель юной категории сейчас мы попробуем из железногорска или подгорного наверное да судя по форме если я правильно увидел да александрин денис из железногорска финишировал за 5.05 в этой категории кстати скорее всего победит флегонтов платон потому что мы видели что он ехал в лидирующей группе среди мужчин основной категории ну что видео с ручья в этом году действительно исчерпывающая мы безусловно вернемся к лидерам гонки не переживайте просто мы решили показать в максимальном объеме что из себя представляет этот переход вот тем более что многие никогда не видели как это происходит в разные моменты гонки так думает думает а ладно ну да если вы на этот моменте хотите выключить видео потому что не ожидайте уже увидеть развязку лидеров то не переключайтесь чудо монтажа сделает великолепные вещи и мы переместимся в лидирующую головку пилотона после того посмотрим как большинство участников преодолеет ручей мы это делаем осознанно чтобы все все кто принимал участие в этом году в веломарафоне смогли насладиться своим прохождением самого любимого и самого сложного спецучастка на веломарафоне это конечно же ручей а вот тут очень интересный выбор делает участник он думает ладно сам намокну но велосипед пронесу возможно он забыл какая погода была всю дистанцию последние два часа да 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 и решил как знаешь иногда на веломарафоне через ручей девушку проносят вот с такой же любовью он пронес свой велосипед Александр Подборский наш общий знакомый проходит дистанцию как всегда с лицом очень уставшего человека он и на старте был с таким же лицом я уверен ну Александра в этом году тоже новый велосипед очень хороший велосипед Скотт двухподвес и он мне говорил после финиша что как же ему было больно слышать удары гравия об его раму об новую которые вылетали из-под колес и он прямо ехал и плакал плакал мечтая обмотать пищевой пленкой не себя а раму нового велосипеда чтобы сохранить ее в том же виде в котором он стартовал до веломарафона ну тут уже даже пробки начинают образовываться на ручье из-за большого количества участников которые делают мини-ТО в этот момент я думаю что если поставить палатку с механиком возле ручья она будет пользоваться большим спросом вот Павел Тиванов если я не ошибаюсь пытается изобразить позу морской звезды чтобы фотограф его обязательно запечатлил обязательно найти эту фотографию потом в общем архиве на сайте крас-триатлон.ру можете посмотреть все итоги всех веломарафонов за все года там есть история подробно описанная с победителями с результатами победителей с количеством участников там же можете прочитать отчеты участников этого года предыдущих годов и возможно принять для себя решение об участии в веломарафоне в 2022 году он несомненно состоится также в первую субботу июня как и всегда мы планируем провести уже 19-й веломарафон по счету в 2023 году получится будет юбилейный старт 20-й надо что-то что-то придумывать к этому старту не знаю надо наверное мне потренироваться сколько у меня два года да есть два года у тебя да да наверное они пройдут так же как предыдущие два в сплошных нескончаемых тренировках но вот еще один участник пытается переехать вброд но у него это не получается слава богу он не упал возможно конечно он хотел мечтал об этом чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть и воспользоваться этой возможностью легитимно упав в лужу но этого не случилось заодно решил помыть велосипед интересно конечно как некоторые участники пытаются проскочить брод не замочив ноги и велосипед хотя это уже сделано действительно давно на протяжении двух часов они мочили себя велосипед морали все это грязью и сейчас конечно беречь себя уже достаточно бессмысленно надо быстрее переходить от ручей вброд и продолжать продолжать гонку чтобы ноги не замерзли вкручивать чтобы кровообращение увеличилось и было тепло ну вот тут видно по тому как качаются немножко кустарники что ветерок присутствует на ручье и я думаю что некоторые из участников видя это начинают думать боже что меня ждет на последнем асфальте где обычно ветер в лоб сил нет и ты думаешь о том что ты выбрал не самый лучший вариант времяпрепровождения в эту субботу кстати обратите внимание участника который моет сейчас велосипед у него какие-то сумки на раме то ли бутылки примотанные скотчем непонятно для чего ну скорее всего это какое-то питание провизия возможно он приехал своим ходом из другого города ему еще ехать после финиша несколько сот километров а я знаю что есть такие участники которые несмотря даже на дождь приезжали своим ходом Емельянова вот и обратите внимание участник в очках это именно он пытался оторваться в отрыв на техническом старте я его хорошо запомнил но здесь мы видим что он уже достаточно далеко от лидирующих от лидирующих группы а это у нас Михаил Прутков если я правильно вижу организатор многочисленных стартов спортивных из города Железногорска очень позитивный парень и здесь видно что в хорошем настроении пребывает да вот мы видим Оя Грицкова преодолела ручей у Ои кстати достаточно неспортивная ветровка надета это какая-то ну я бы сказал наверное кэжуал больше ветровка в которой надо гулять в какие-то трекинговые походы ездить но видимо другой ветровки у Ои не оказалось и она решила надеть то что есть чтобы сохранить тепло и не замерзнуть на гонке окончательно под дождем ну и за последние 10-15 минут видео я думаю что вы могли наблюдать ну чрезвычайно широкий диапазон экипировки которые используют различные участники на веломарафоне кросспорт ездят на разные дистанции сами можете если вы никогда не участвовали в этой гонке но собираетесь вот выбрать оптимальный для себя вариант на такую погоду ну и кстати по разной траектории все проходят ручей кто-то следует за впереди идущим кто-то идет против системы а вот еще одно падение уже трое трое участников решили преодолеть ручей вброд с помощью кувыка через руль но вот давайте посмотрим здесь это скорее всего конечно все бывал участники но не исключаю что есть и новички вот один из них так послушаем что он скажет дебют на веломарафоне отличный ну вот человек говорит что у него дебют на веломарафоне и он судя по всему удался да 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 но вот смотрите какие дождевики люди использовали это конечно максимально не аэродинамичный но достаточно защищаемый дождевик который люди используют ну в потерю своей мощности так скажем они менее аэродинамичны но зато чуть суше чем тем у кого нет дождевика мы совсем скоро вернемся к лидеру гонки а сейчас вас еще ждут несколько красивых кадров последних с ручья которые в этом году нам удалось запечатлеть благодаря большому количеству операторов и камер которые были задействованы в этих съемках всем им еще раз огромное спасибо отдельное конечно от себя хотел бы выделить Виктора Ермакова который ехал в кузове автомобиля Mitsubishi L200 дело в том что перед стартом я ему предлагал ну садись наверное в салон с другой машины там часть материала снимем ничего страшного потому что шел дождь как вы помните в начале гонки но он сказал нет прорвемся сел в кузов и мог вместе с участниками подождем всю первую часть гонки отдельно за это ему огромное спасибо и респект так сказать ради велоспорта пожертвовал так сказать потенциальным здоровьем может быть поболел простудой не знаю может быть наоборот укрепил иммунитет велогонщики в отличие от Виктора хотя бы поднимали пульс им было точно потеплее но возможно Виктор в кузове L200 снимает тоже был близок к аэробу потому что на самом деле ехать в кузове не так-то просто надо еще не вылететь из этого кузова и конечно же снимать чтобы потом можно было из этого видеоматериала сделать достойный репортаж ну вот потрясающие кадры в слоумошене с хорошим разрешением где прекрасно видно чем собственно занимались некоторые участники на ручье и в каком состоянии пребывает их техника вот как раз Александр Боровский преодолевает ручей который который мы уже упоминали который помогает нам с организацией этих съемок ну вот тут вообще потрясающие так сказать эпизоды мойки велосипедов ну вот смотри на заднем плане девушка в какой красивой форме да форму триатлета люди любят ценят поэтому приберегли ее а вот твой стиль твой стиль Коля да 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 был один из веломарафонов когда я полностью разувался чтобы преодолеть ручей и сохранить велотуфли сухими но это конечно же результат точнее это нужно делать если вы не боретесь за высокий результат ну вот как раз ребята из Delivery Club возможно у них была доставка на ручей кто-то из болельщиков что-то заказывал может быть они участвуют в велогонке это еще предстоит разобраться но тут вообще бахилы уже от напряжения практически слетели с участника ну вот смотри двигается едет в фуллфейсе ничего нормально и так можно преодолеть веломарафон кросспорт да ребят если вы нашли себя на видео на ручье то напишите в комментарии как вам ваше преодоление этого спецучастка если не нашли себя то тоже напишите что хочу чтобы меня засняли на ручье в следующем году ну или поищите по ссылочке о которой мы говорили себя на других значит на других километрах мы же хотим все исходники положить в облако и в описании к видео сделаем ссылочку где вы сможете скачать и посмотреть все видеоматериалы со всех видеокамер и точно найти себя на одном из ну а тут последние последние кадры мы постарались особенно красиво и подобрать перед тем как вновь вернемся к лидерам гонки на дистанцию вот собственно выезд на второй асфальт и тут мы немножко перемещаемся благодаря чудесам монтажа во времени назад и посмотрим как же проходила гонка за победу в веломарафоне кроспорт ну вот я кстати нашел человек в фулл фессе это Сиделин Роман из Новосибирска проехал за 6.05 уложился в лимит несмотря на то что ехал с такой каски но смотрим продолжаем смотреть за борьбу за борьбой за первое место Андрей Рейтер выехал с спецучастка на последний асфальт видели какое количество грязи отвалилось от его велосипеда он постоянно оглядывается назад чтобы понять какое преимущество у него есть перед ближайшими преследователями потому что он видел что он достаточно хорошо оторвался на спецучастке картофельное поле вот он питается делает все правильно потому что он понимает что впереди еще целый час гонки и нужно сейчас обязательно попитаться чтобы не заголодать чтобы набраться энергии максимально вложиться в мощность на последних 30 километрах потому что этот участок как правило проходит против ветра посмотрим как будет ситуация в этом году ну единственное ты вот сказал что все делает правильно у меня единственный вопрос по поводу остатков упаковки гели которые используют участники веломарафона я знаю что некоторые везут их с собой пустые для того чтобы не мусорить на дистанции некоторые вот как Андрей выбрасывает и какое вообще отношение к этому вопросу у тебя ну лично я конечно же все гели которые ел я засовывал обратно в веломайку несмотря на то что это реально неудобно особенно если ты едешь в ветровке но я стараюсь не выкидывать упаковку пластик чтобы ну не мусорить по ходу гонки другим участникам также советую у нас не предусмотрены штрафы за это но возможно надо это также рассмотреть и дополнить в регламент чтобы участники весь мусор либо сбрасывали в определенных зонах где могли это убрать волонтеры оперативно ну либо же вести с собой остатки упаковок но Андрея судить мы строго и других участников гонки за это не будем по крайней мере сейчас просто потому что на профессиональных велогонках до самого последнего времени это тоже в общем-то рядовая вещь была разрешена это раз второе производители гелей насколько я знаю стараются делать упаковки свои так чтобы они были ну разлагаемы и со временем не причиняли какого-то вреда окружающей среде но мы за то конечно же чтобы участники не мусорили в любом случае в любой ситуации просим всех не мусорить и возить мусор с собой до финиша ну и лайфхак для многих участников если неудобно засовывать ну под ветровкой допустим находятся карманы велосипедной формы очень удобно под на ноге под велотрусы остатки упаковки гелей хранить и вести до финиша да иногда участники засовывают либо под велошорты либо за пазуху куда-то упаковки гелей чтобы они не занимали место в карманах ну и это сделать достаточно быстро ну а тем временем формируется наверное самый большой видеоархив с участием Андрея Рейтера за всю его биографию вот я думаю что это было одним из мотивов его ехать в одиночестве в голове гонки чтобы его максимально запечатлели но мы судить не будем или хорошо его понимаем после выезда с картофельного поля у Андрея было преимущество перед его ближайшими преследователями уже три с половиной минуты напомню что перед картофельным полем он отставал от Дмитрия Андреева Ильи Бокова на минуту минимум на минуту да получается около пяти минут у Андрея удалось отыграть на картофельном поле от ближайших преследователей благодаря грамотно подобранной резине и велосипеду ну а Андрей вот как вы видите не отрывает взгляда после поворота от трассы чтобы посмотреть насколько отстают его соперники и ждет собственно когда вот-вот они тоже появятся на горизонте оглядывается но их нет и нет я думаю что Андрея безусловно это радует вот а здесь мы приблизились к Андрею немножко с ним поговорили давайте попробуем послушать что он нам сказал Андрюха ветер есть нет 300 ватт я говорю ветер есть ветер есть нет фига тебя фартануло 300 ватт ну и что какой так подожди а ты сколько часов ну как вы слышали Андрей по ходу гонки проинформировал съемочную группу о том на скольки ваттах он сейчас едет это раз и второе мне было интересно поэтому и спросил Андрея что с ветром в этот день было и оказалось что какой-то хотя бы позитивный сюрприз погода преподнесла на этой гонке на последнем участке ветра практически не было по крайней мере лобового и мы посмотрели стравы участников нескольких участников гонки которые в голове финишировали и получилось что большинство из них установило личные рекорды в этот день на участке последний асфальт в страве да Тустюга до финиша получается действительно в этом году повезло с ветром и его практически не было я бы не сказал что он там помогал как-то активно но по крайней мере он не мешал и лобового ветра такого который ежегодно дует и сносит тебя не было и поэтому это сильно облегчало участие в гонке ну вот вы смотрите можно видеть насколько далеко Андрей уехал от ближайших преследователей он конечно же это тоже знает и видит и понимает оборачиваясь назад но при этом продолжает сохранять мощность в ровном темпе едет 300 ватт напомню что Александр Улитин после очередной своей победы говорил что никто не может держать 300 ватт поэтому я и выиграл это магическая цифра для многих велосипедистов на веломарафоне секрет успеха если вы хотите выиграть веломарафон кросспорт вы должны быть натренированными держать 300 ватт на протяжении трех часов ну как минимум трех потому что в этом году веломарафон был длиннее обычного а вот тут видно что просто дачники люди которые живут за городом когда им на дистанции попадаются участники веломарафона видите вот они тут его поддерживают радуются видимо тому что они сейчас находятся в машине а не на месте Андрея ну и конечно я думаю они немножко удивлены некоторые тем что как вернее выглядит Андрей потому что едет он сейчас по асфальту они думают боже где же ты нашел это грязь по асфальту один и очень грязный да 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 ну благо в кадр сейчас не попадает машина из которой мы ведем съемку и понятно что происходит что-то важное потому что номера все равно не видно непонятно идет ли какое-то мероприятие но расснимают наверное что-то не просто так человек едет очень грязным по асфальту в этот пасмурный день да хочется отметить конечно что на самом деле машина не близко поедет сейчас к Андрею он не сидит на колесе у операторского автомобиля это зум с помощью которого приближаем картинку и расстояние от машины до Андрея достаточно чтобы он не получал преимущество аэродинамическое за счет как раз того что едет за операторским автомобилем мы старались держать дистанцию 350 метров лишь на каких-то небольших участках подъезжая к участнику немного сбоку чтобы запечатлеть какие-то красивые кадры либо же спросить на какой мощности едет лидер ну да поговорить но Андрей надо сказать поддержал сначала беседу но потом быстро нас осадил и сказал так ребят я еду гонку не езжать я еду гонку да не все еще выиграно он как человек который стремится к победам на любых соревнованиях он немножечко суеверный а вот вы видите это скорее всего ну по крайней мере мне так кажется у Андрея начинает затекать побаливать спина тряски и он немножечко пытается ее размять скорее всего ну конечно здесь потому что время гонки у него уже близко к трех часам напомню что в этом году временные рекорды конечно же никто не ожидал потому что грязная трасса и когда ты три часа уже в гонке у тебя и устает спина и поясница и верхнеплечевой пояс не только ноги работают на мониторинбайке поэтому при возможности конечно же гонщики разминают поясницу чтобы более мощно вкладываться в педалирование ну вот видим что задел Андрея не уменьшается ближайшие преследователи его не догоняют возможно там нет слаженной работы возможно там все едут по одному сейчас это сложно понять но тем не менее лидерство Андрея сейчас конечно безоговорочное ну что Андрей продолжает лидировать на веломарафоне кросспорт 2021 года судя по всему с приличным отрывом вот тут уже кто-то что тут грибники да судя по всему уже какие-то первые начали в июне появляться возможно болельщики велоспорта не успели разложить кемпинг чтобы посмотреть за участниками веломарафона ну конечно сделав такой задел перед ближайшими преследователями догнать Андрея уже будет ой как сложно потому что индивидуальный ход у Андрея хорошие силы еще сохранились если он выкручивает 300 ватт по своим словам то догнать его будет весьма и весьма проблематично вот с этого поворота насколько я помню до финиша остается около 20 около 15 по моему километров это самая ветреная прямая обычно но в этом году как уже сказал Андрей как мы знаем после финиша ветер не помогал участникам но и не мешал было практически безветрие и этот участок можно было также вкладываться ехать с хорошей мощностью с хорошей средней скоростью кажется мы еще не сказали что Андрей на этот раз ехал в шоссейных велотуфлях вот он несколько переживал на этот счет получится ли у него после ручья качественно встегнуться и быстро в педали но задача была чтобы он мощемер оставил а вот преследователи следователи смотрим что Сергей Хазов догнал Игоря Агарко напомню что после ручья у них было небольшое отставание друг от друга Сергею Хазову удалось Игорю Агарко преодолеть очень быстро картофельное поле обогнать много участников и вот они вышли на второе третье место в абсолютном зачете сейчас вдвоем вдвоем преследуют и пытаются догнать Андрея Рейтера Андрей Рейтер видно что немножко уже подустал начинает оглядываться оценивать свое преимущество думаю здесь он думает начинать ему беречься или все-таки продолжать выкручивать 300 ватт потому что планы у Андрея после веломарафона были отправиться на многодневку в Екатеринбург и поэтому он хотел выиграть веломарафон и при этом не сильно потратиться ну до финиша здесь я немножко оговорился остается не 15 а 25 километров впереди еще несколько знаковых подъемов которые как раз Андрей собирался атаковать о чем он говорил в предстартовом своем интервью но сейчас ему это в этом нет никакой необходимости но нужно держать приличный темп вот мы видим что порядка 19 уже километров осталось до финиша здесь спуск и начинается подъем в который очень часто до этого происходили разборки итоговой разборки между тремя четырьмя лидерами и решался победитель итоговый в абсолютном зачете веломарафона ну здесь Андрей видим что крутит мягко педалирование у него ровное не заламывает передачу и в подъем со средним градиентом 5% он едет достаточно ровно видно что силы у него остались и он может держать достаточно хорошую мощность ну а сзади на горизонте еще пока не видать ближайших преследователей напомню что там едет Сергей Хазов и Игорь Огарко пытаются догнать Андрея ну а кстати я вспомнил этот подъем именно на нем однажды я сходил с веломарафона кросспорт когда окончательно доломал при переключении свою трансмиссию которая пострадала при падении у меня тоже кстати был один забавный случай на этом подъеме у меня закончилась вода и рядом оказался Владимир Варапаев с гидропаком я попросил у него попить он мне дал сланчик которому я постарался пригубиться и тут же упал на асфальт в общем это была моя плата за то что я решил сэкономить несколько секунд и не останавливаться попить воды ну а тут Андрей приближается к точке поддержки на которой расположились болельщики веломарафона кросспорт да в этом году Сергей Тонких и Сергей Космаченко устроили невероятный пункт поддержки всех участников несмотря на то что их было всего лишь два человека но за буквально 15 километров до финиша на вершине одного из ключевых подъемов они устроили такое шоу которое поддерживало всех участников и очень сильно придавало сил бодрило вот видим что Андрей даже немножко ускорился после колокола в который звенел Сергей и поддерживал его в гидрокостюме мы видим что он неспроста конечно надел гидрокостюм это как бы отсылка к тому насколько мокрый веломарафон был в этом году что он даже надел плавательный костюм ну и постепенно к этой точке приближается и преследователь лидера Сергей Хазов как мы видим работает впереди вместе с Игорем Агарко наверное они работали сменами да ну посмотрите насколько разная позиция на велосипеде у ребят Сергей пытается максимально сэкономить энергию ехать в аэродинамической позиции а Игорь Игорь во-первых держится за верха и раскачет верхний плечевой пояс для него это очень характерный стиль езды когда видишь в группе что кто-то раскачет активно плечами это сразу можно понять что это Игорь Агарко потому что многие лыжники в силу своей специфики специфической силовой работы и специальной работы они подключают верхний плечевой пояс и это им помогает хотя ну на самом деле в велоспорте это конечно сильно мешает потому что ты тратишь очень много энергии на раскачивание верхнего плечевого пояса которую ты можешь вкладывать в продвижение вперед а не в раскачивание тела я еще на крупных планах видно знаменитый покер фейс Андрея Рейтера так называемый полная невозмутимость как до так и во время гонки иногда только на награждение можно увидеть скупую улыбку Андрея ну это говорит о его уверенности о том что у него достаточно много сил и он точно понимает что сейчас едет к своей второй победе на веломарафоне ну если ничего не случится технически какой-то поломки может быть опять слетит цепь может быть прокол все что угодно велоспорт это не только физическая подготовка спортсмена но и очень важная техническая составляющая как мы видели что здесь это вообще сыграло решающую роль в исходе гонки ну и силы у Андрея как видно еще есть он встал немножечко с велосипеда потанцевал давай-давай Серега давай-давай Серега все ты можешь все ты можешь пошел-пошел Серега и вот можно видеть ключевую развязку борьбы за второе и третье место здесь как раз в районе болельщиков Сергей Хазов отрывается от Игоря Агарка и скорее всего до финиша они уже проедут свою индивидуальную гонку и Игорь Агарка если не смог поддержать темп Сергея Хазова на предпоследнем подъеме то скорее всего дальше уже будет еще сложнее и борьба за второе третье место развернется именно между Сергеем и Игорем Агарка но посмотрим удастся ли Сергею Хазову добрать Андрея Рейтера вот смотрим что он уже сделал весомый задел от Игоря Агарка но такой просвет уже конечно же не закрывается на последних 10 километрах гонщики которые смогли уехать отскочить в подъем уже к себе не подпустят и будут держать достаточно высокую скорость до конца до самого финиша но Андрей Рейтер оборачивается видит что все ключевые подъемы преодолены и никто его так и не догоняет это служит для него явным сигналом о том что в принципе последние 15 километров можно уже ехать не на 100% а немножко сэкономившись чтобы подготовиться к выступлению на многодневной гонке которая будет через несколько дней после веломарафона ну и Андрей наверное как никто другой знает толк в разделочных гонках которые ему собственно сейчас внутри веломарафона и приходится исполнять он неоднократно побеждал или занимал высокие места на этапах шоссейных велогонках в разделе в раздельном старте вот то есть он умеет правильно распределять силы по дистанции и держать очень высокий индивидуальный ход и темп смотрите интересно Андрей весь полностью грязный весь покрыт слоем буквально глины и даже непонятно что он едет в коротких шортах и наколенниках как будто он едет в велогамашек но при этом у него идеально белые чистые велосипедные туфли возможно он их смог помыть пробегая через ручей и они стали такими белоснежными возможно он успел их натереть пока выехал после картофельного поля но факт остается фактом что велотуфли у него действительно как будто бы переодел их после этой грязного участка и они у него идеально белые но Андрей вообще на стиле знает толк велосипедной моде вряд ли вы сможете когда-то застать его врасплох так чтобы у него не были правильно подобраны туфли к велошортам велошорты к веломайке к шлему и так далее то есть видимо здесь он все заранее предусмотрел и обо всем подумал но лицо Андрея практически полностью покрыта грязью которая дождь закончился оно высохло лицо и таким тонким слоем покрывает его и я так понимаю что становится теплее в этот момент ты по-моему рассказывал что когда грязь высохла на твоих ногах как будто у тебя эти как их называют гольфы появились на ногах и стало теплее да 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 толстый слой грязи когда засыхает на ногах тебе становится сильно теплее потому что он покрывает защитной пленкой твои замерзшие ноги и тебе становится сильно теплее но вот видим что Андрей только что попитался это был наверное его последний прием пищи на этом веломарафоне судя по упаковке Андрей ехал на спортивных гелях от компании СИС и выбор его кстати в этом году шоссейных туфель в пользу вместо точнее маунтинбайковских это тоже оказалось хорошим решением я кстати не один раз ехал веломарафон в шоссейных велотуфлях и подтверждаю что это достаточно удобно есть только минимальный шанс что могут педали забиться и очень быстро будет сложно достаточно встегнуться но как видим у Андрея этого проблем не возникло из-за этого и он достаточно хорошо крутит в шоссейных педалях на маунтинбайке Андрей кстати Андрей уже после финиша чуть забегая вперед и сохраняя интригу тем не менее задали мы ему вопрос по поводу того как распределялись его ваты по дистанции вот и он сказал что на гравии ему приходилось держать более 300 ватт постоянно на первом асфальте он говорил ехал в своем темпе понимал что не перегружает себя поэтому иногда выходил вперед в том числе на значит асфальте втором насколько я понимаю это уже порядка 275 ватт у него средняя мощность получилась то есть она чуть поменьше ну что ожидаемо наверное да вот и что любопытно этот вопрос обычно всех интересует на каком пульсе ехал Андрей он сказал что пульс всю дорогу с атаки на гравии когда сформировалась вот эта группа лидеров он держал в районе 167 ударов в минуту это где-то начало четвертой зоны пульсовой у него как он сказал нам ну как я говорил что гонка в этом году началась с 30 километра до этого все ехали в достаточно комфортном для себя режиме были несколько попыток уехать в отрыв но они были достаточно слабыми и группа быстро ловила всех кто пытался отскочить от пелотона красиво ровненько крутит да это последние 5 километров дистанции Андрей преодолел последнюю горку и сейчас он будет уже спускаться к Емельяново там останется 3 километра прямой и финишный подъемчик к стадиону Заря откуда стартует и где финиширует веломарафон кросспорт уже 18 раз напомним что дистанция веломарафона 101 километр этот круг традиционный уже несколько лет первый веломарафон в 2004 году проходил совершенно по другой дистанции и интересно особенно что первые несколько веломарафонов проходили не только в шоссе по монтинбайку но еще и принимали участие шоссейные велосипеды это тоже был достаточно интересный формат но потом через несколько лет от шоссейных велосипедов избавились в силу того что просто участников становилось все меньше и выбрали вот этот маршрут который остается уже несколько лет неизменным но вот Андрей преодолевает в обратную сторону тот самый первый подъем это у нас примерно да не примерно а точно три километра до финиша уже въезжает ими скорость здесь судя по релайву который мы смотрели в начале нашей трансляции а это был релайв именно с трека Андрея Рейтера здесь была у него максимальная скорость на этом веломарафоне 60 километров в час ну я могу подтвердить что действительно в этом году на этом спуске очень быстро ехалось катилось потому что не было того лобового ветра который постоянно мешал но здесь Андрей уже едет окрыленный своей второй победой к финишу веломарафона понимая что здесь уже даже если у него что-то произойдет техническое он бегом добежит и доедет на спущенные покрышки но выиграет и станет двухкратным победителем веломарафона кросспорт ну и в каком получается в паза прошлом или в прошлом году когда у него случился прокол если мне память не изменяет он говорил в пределах минуты или двух ему потребовалось чтобы устранить этот прокол соответственно если запас у него примерно там три с половиной четыре минуты он бы вполне уложился но Андрей опытный веломастер да 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 у Андрея есть своя мастерская которая находится в городе Томске и поэтому он с техникой точно на ты и возможно даже действительно не стал бы ничего делать предпринимать какие-то замены по крышек камеры на последнем километре дистанции потому что здесь можно доехать уже и на ободе если у тебя конечно небольшой прокол если полностью спустила камера колесо то тут конечно нужно что-то предпринять меньше двух километров остается до финиша а по рельефу что тут осталось только последний максимум последний подъемчик да последний подъемчик около 200 метров там нужно вложиться и потом уже 300 метров финишная прямая но Андрею конечно же уже никто сзади не угрожает поэтому он не будет предпринимать никакие атаки в последнем подъеме ну главная задача сейчас доехать ровно до финиша не испытать никакие технические проблемы ну и конечно же не пересечь с местными жителями поселка Емельянова которые могут выскочить под колеса несмотря на то что лидеры стараются вести машины ГВД машины с видеокамерами но тем не менее движение полностью здесь не ограничивается это невозможно сделать и всем участникам веломарафона рекомендуем особенно если вы отстали от основной группы ехать по правилам дорожного движения не дальше одного метра от обочины но вот Андрей прекрасно демонстрирует что даже будучи лидером гонки он едет по правилам дорожного движения не выезжает на встречную полосу не едет посередине своей полосы движения а не дальше метр от обочины спокойненько ровненько едет никому не мешая если даже машине необходимо то она его запросто обгонит не создав помех Андрею и себе менее километра осталось до финиша Андрею я задал Андрею вопрос реально ли было не оглянуться на последнем километре дистанции на финишной прямой зная что у тебя преимущество не в несколько минут Андрей сказал это невозможно это происходит у велогонщиков рефлекторно профессионально ну да особенно если ты готовишься к финишу чтобы спокойненько финишировать поднять руки чтобы создать какую-то возможную эмоцию для фотографа ну либо просто сказать финишировать и не испытать какой-то шок от внезапно приближающих соперников то тут конечно же надо оглянуться назад убедиться что точно никого нет сзади и тогда уже спокойно финишировать вот он последний подъемчик 200 метровый и выход на финишную прямую Андрей в одиночестве преодолевает этот кусок дистанции уже понимает что с вероятностью 99,9% он победитель этого веломарафона никто уже не скажет что это веломарафон на который никто не приехал как в 2020 году как шутили над Андреем вот полностью так сказать тотальная заслуженная победа вот она финишная прямая тут уже появляются более многочисленные болельщики которые ждут на финише участников гонки вот Андрей видимо сейчас посмотрел в порядке или машина на которую он приехал на веломарафон боковым зрением оценил и вот она финишная прямая ну абсолютно доминирование Андрея уже второй год подряд он демонстрирует отличную отлично набранную форму и грамотно построенную стратегию по ходу дистанции поздравляем Андрея Рейтера с двукратной победой на веломарафоне послушаем что он сказал где было труднее всего самый трудный участок наверное был на гравии местами потому что там была глина с камнями два раза цепь спадала как бы очень сложные условия для трансмиссии для велосипеда они фамилии не знают Миша разберись Андрей тебя даже я с трудом узнал понимаешь в таком состоянии так что не расстраивайся талон на кашу Андрей забыл действует только сегодня специальная акция питание мне ее в рот положить под язык чтобы не заморать там пожалуй самое чистое место сейчас мы сегодня сняли самый крупный архив видео с тобой вообще за историю человечества больше не будет честно говоря когда у меня цепь спала я уже у тебя там цепь у меня слетела цепь да на гравии короче я видел там было жестко просто пипец я все уже я начал хоронить свои шансы я думаю ребята все сейчас уедут потом я понял что скорее всего сегодня на поле будет очень не очень ты скажи ты же отставал там и ребята вообще куда-то пропали они не туда что ли свернули почему я постоянно их догонял как бы ехал по ватам постоянно их видел там ну я не знаю может 500 метров там вот так на отдалении было и все потом мы на поле завернули они немножко проехали сначала у них скорость упала а потом они просто встали у них колеса забились а я всю дорогу ехал как бы и все и я на поле им получился 3 минуты с Андреевым нет Боков и Андреев у Агарка тоже цепь спала но он долго там с ней ковырялся что-то вообще вот и на поле я им 3 минуты и сделал и все потом на асфальте только бамбу курил ну как тебе сказать ну вот видим что Андрей финишировал и ближайшие преследователи проигрывают уже около 4 минут Андрей дал короткий флеш интервью после финиша и немножко раскрыл раскрыл тайны как ему удалось победить но это второе место занимает красноярец Сергей Хазов 4 с половиной минуты отставания да Сергей впервые поднялся так высоко в абсолютном зачете веломарафона кросспорт и буквально через сколько у нас там получается через 55 секунд финиширует Игорь Агарко да Игорь Агарко очень жесткое дыхание можно взять воду и талон обожаю всех и сейчас флеш интервью с призерами ну что Серега уехал в отрыв ну ты видел же да я там ехал десятый наверное да как только мы на поле выехали все сразу там все просто встали резину чистят и тут я понял почему я поставил слить все я всех догнал на поле и дальше уже все надо было терпеть спасибо тебе за видеоконтент ну классно спасибо погода внесла конечно свои коррективы потому что мы пострадали здорово я очень рад как бы был шестой через два года третий я считаю что прогрессивый всем спасибо всем суперникам все достойные все сильнейшие что ты в отрыв решил поехать да нет так как бы проверил ногу задышал ты там нормально да нет да нет все нормально как бы проработался потом светила цепь в горку там кое-как наверное человека раз два три трое четверо меня обогнали даже потом их всех добрал в поле рейтер уехал а вы забились да все я не забился я ехал у меня колеса вообще все здорово сработали забился боков и Андреев они прямо все стояли то есть они на протекторе ехали да боков еще ехал но очень тяжко ехал я у него отыграл три минуты то есть поле Андреев вообще просто встал в поле Андрюха очень здорово проехал я его там не видел то есть добавил с поля я вышел и Хазов вот уже сирюга красавчик то есть мы с ним вдвоем ну потом он сделал как бы посильнее уехал нормально красиво в целом ну вот примерно так выглядят призеры и эмдулица призеров веломарафона кроссфорд 2021 продолжает финишировать перлов Александр четвертый в абсолютном зачете обратите внимание что и первый и третий участник кто финишировал они ехали на двух подвесах и это и мне не помешало попасть в тройку абсолютных лидеров а это финиширует Илья Боков который до поля еще боролся и реально за победу в итоге финишировал пятым в абсолюте да ну примерно все одинаково чистые в кавычках доехали до финиша участники ну фавориты гонки по крайней мере вот тут небольшая заруба у тебя да Николай случилось да да это была кстати борьба за шестое место в абсолюте у меня с Кузьменко Степаном и вот чуть погодя финишировал Дмитрий Андреев ну Степа молодец он на финише вырвал победу стал шестым в абсолюте я заехал в этом году седьмым удалось даже обогнать Дмитрия Андреева причем Диму Андреева я догнал они ехали вдвоем я уж не помню с кем я их догнал на последнем асфальте что меня конечно очень поразило догнать Диму Андреева индивидуальным ходом ну дорогого стоит но видимо на поле они действительно сильно много потратились а я наоборот на поле больше сберегся и последний асфальт смог выдержать там ну веломарафон как мы видим получился не быстро в этом году из-за погоды мое флэш интервью после финиша что Коля как президент федерации велоспорта что можешь сказать моя большиня надо отменить эту гонку ну Коля ты ничего особенного тут не сказал так сказать одни эмоции можно сказать супруга тебя подошла поздравить ты помнишь хотя бы этот момент или был в моей роде я прекрасно помню все моменты и после финиша и во время в общем здесь я себя чувствовал достаточно хорошо поэтому в прострацию не впадал ну первую десятку в абсолюте у мужчин и женщин мы еще обязательно выведем на экран героев нужно знать вот другие участники лидирующей группы продолжают финишировать а вот так проходило собственно проходил досуг участников веломарафона после финиша выстроилась в первую очередь на то чтобы помыть велосипеды и не только еще и себя это кстати преимущество лидеров гонки что они первые подошли к веломойке и смогли помыть себя и велосипеды Дмитрий что случилось на поле на поле как что вон грязь забилась стоял выковыривал полностью так вроде тоже же на сликах куда забилось что нет может первый просто ехал надо было потратки где-нибудь в гоху ну вот от многократного победителя веломарафона кросспорт комментарии по поводу нынешней гонки а вот Николай Панов по-моему финиширует человек который совсем недавно проехал от Красноярска до Новосибирска на велосипеде слушай интересная особенность в этом году веломойка освободилась в 9 часов вечера и 7 минут то есть очередь на мойку велосипедов была просто огромная а вот у некоторых не выдерживает техника вот с порванной цепью докатывается до финиша это по-моему Константин Сухачев он повезло кстати порвалась цепь за 50 метров до финиша ну там не 50 но немного да и он еще успел так сказать в хорошее место в очереди на мойке 21 место в абсолюте у него было да ну смотри еще особенность интересная 7 раз топ 10 это представители группы 35-39 лет еще двое были даже старшие группы то есть рассвет на веломарафоне кросспорту всех участников начинается с 35 лет то ли это возрастная выносливость то ли просто у людей больше времени появляется на тренировке но вот такое вот есть интересная особенность пока еще очень сильная возможно возможно да что нет просто молодого поколения которое готово было бы создать серьезную конкуренцию более возрастным мастерам да вот пожалуйста молодежь объезжают чуть более возрастные участники и еще дают им форы в короткой форме кто-то проехал весь веломарафон мне конечно страшно было смотреть на этих участников в начале особенно гонки вот продолжает финиш это кто у нас это по-моему Владимир Варапаев велогонщик из красноя судя по форме три атлета это он он кстати ездит он старовер ездит на 26 колесах до сих пор в первой двадцатке тридцатке таких почти не осталось уже а вот а это у нас финиширует Вера Агарко занял 27 место и за ним сразу финиширует лидер женского зачета Вера Агарко она была 28 в абсолютном зачете послушаем комментарии Веры по поводу победы у меня залепило то чего я боялась у меня всю систему залепило грязью у меня во фляжке были гели которые с электролитами должны были мне помочь когда ноги начало сводить я их все вылила на цепь чтобы ее промыть потому что ехать было невозможно я ее одеваю сажусь она тут же опять слетает потом короче полоскала цепь в луже потом нам дали добрые люди воды а водой промыло то стало получше уже потом на грунтах у меня вообще колесо залепило колесо заднее не крутится такого у меня еще не было конечно колесо не крутится воду не встегиваю ну надо отметить что Вера Агарко не просто так выиграла женский зачет она мастер спорта по лыжным гонкам и думаю этого уже достаточно чтобы понять как ей удалось удержаться в лидирующей пилотоне и выиграть женский зачет ну очень любопытная история которую я узнал что только в 2019 году Вера начала всерьез заниматься велосипедным спортом вот помимо лыж и других дисциплин дело в том что 10 лет назад она пробовала сесть на велосипед но не прошло и года как ее велосипед украли и 9 лет она фактически не занималась с велоспортом и тут пожалуйста победа на веломарафоне все-таки лыжники это очень серьезные ребята лыжников бывших не бывает и один раз натренировавшись до мастер спорта по лыжным гонкам ты скорее всего будешь очень сильным во всех циклических видах до конца уже своих дней ну если конечно продолжишь заниматься потому что задел в лыжном спорте подготовка очень и очень хорошая но видно счастье на лице многих участников от того что они все это закончилось все это да закончилось вот Саша Калашников финиширует счастье на его лице не всегда можно увидеть да но тем не менее 36-м в абсолюте Александр Калашников приехал в этом году кстати говоря протоколы этого веломарафона и веломарфонов прошлых лет без труда можно найти на сайте крас-триатлон.ру и посмотреть взвесить свои шансы и узнать героев прошлых лет это Александр Сорокин только что финишировал частник под номер 77 Сеголихин Евгений из города Кемера ну его-то постепенно а вот второе место да второе место в женском зачете Анастасия Донец да финишировала и где-то рядышком должна быть наверное и третья девушка Валерия Кузнецова потому что именно она была третьей в абсолюте в этом году значит все участники естественно все финишеры получили прекрасные медали на финише ну а сейчас давайте мы посмотрим на первые десятки в гонке среди мужчин на ваших экранах и после выиграл Андрей Рейтер из города Томск второе место у Сергея Хазова из Красноярской третья Игорь Агарт да среди женщин Вера Агарка победила Донецкая Анастасия вторая Кузнецова Валерия третья на финише все участники получили медали даже те кто не уложились в лимит 7-часовой 3.24 ужас полчаса Улитину проиграл так расстояние что там нет скорость давай посмотрим средняя 30 максимум 60 так нормализованная мощность 309 ватт Улитина 313 было когда он выиграл помнишь чуть-чуть тебе осталось нормально 300 сейчас подожди самое интересное а здесь нет пульсовые зоны есть пульсовые зоны есть время в зоне вот есть так ну в основном третья и четвертая зона нормально под порогом ехал 2 часа в четвертой зоне я вообще не курил бамбук а что все время первый держался боялся что завалится где ну на первом асфальте мне кажется часто первый там ехал я ехал первым я смотрел сколько я еду по мощности как бы там все нормально мы медленно ехали я либо атаки закрывал либо там ну держался впереди чтобы там ничего как бы нет ну вот такая статистика от победителя веломарафона вы только что услышали ну и постепенно мы переходим к награждению и вы сейчас можете увидеть как это происходит на веломарафоне кросспорт мы покажем конечно только абсолютных победителей в мужском и женском зачете но веломарафон кросспорт отличается тем что очень большое количество участников принимают участие в так называемой цветочной церемонии если ее так можно назвать да то есть к подиуму вызывается большое количество людей да особенность веломарафона что награждает не первых трех победителей и призеров в возрастной подгруппе а в зависимости от того какая подгруппа вплоть до 20 места можно попасть на подиум самая многочисленная группа это 35-39 если я не ошибаюсь в этом году в этой категории сейчас скажу сколько принимало 98 человек было в категории 87-91 год это самая многочисленная а нет самая многочисленная была даже помладше это категория 86-82 год здесь было 148 участников ну это вот как раз и есть 35-39 а вот так выглядят победительницы веломарафона кросспорт после того как приняли душ и оделись чистая Вера Агарко Анастасия Донец и Валерия Кузнецова да и постепенно переходим к награждению мужчин ну и заканчивается наше видео и трансляция давайте мы еще раз во-первых поблагодарим всех кто поддерживает сам веломарафон кросспорт то есть всех спонсоров вот всех участников которые принимают участие и поддерживают веломарафон несмотря даже на такую погоду а также те кто помогал в создании этой трансляции этого видео всем донаторам компании Медведь Холдин компании прокат 24.RF кого еще мы забыли отметить ну всем кто собственно снимал всех операторов всех водителей которые снимали велогонку предоставили свой видеоматериал ну и вот на награждение сейчас выйдет уже двухкратный и два раза подряд победивший в веломарафоне Андрей Рейтер город Томск это абсолютные победители и призеры мужского зачета на веломарафоне 2021 года победители Андрей Рейтер серебряный призер Сергей Хазов и бронзовый призер веломарафона Игорь Агарко ну а мы прощаемся с вами благодарим вас за то что были с нами на протяжении всей этой трансляции надеемся она не последняя да пишите в комментариях как у вас прошел ваш веломарафон либо же что бы вы хотели добавить или изменить веломарафон в следующем году нам очень интересно будет прочитать ваши комментарии говорили шоссейная гонка на байке да да это все так говорят увидимся на гонке через год спасибо за субтитры спасибо за просмотр